Уважаемые коллеги, доброе утро. Мы начинаем второй день от работы нашей конференции, уже теперь ставшей ежегодной, которую мы называем традицией инновации в вузовском преподавании переменческих и лингвистических дисциплин. Эта конференция у нас проходит в рамках единой недели науки, которую проводит наш университет. То есть мы вместе с университетом занимаемся этой работой. И очень приятно, что у нас сегодня интересные росты. Так получилось, что у нас сегодня целый десант из РГПУ имени Герцена. Мы услышим сегодня очень интересные доклады. Сначала у нас будут пленарные доклады. И у нас еще будет мастер-класс, который подготовили наши коллеги, наши кафедры, которые расскажут о новой технологии преподавания основного перевода с применением дополненной реальности. Эта инновационная разработка. Ну и после перерыва у нас будут секционные доклады. Итак, мы начинаем нашу работу. И я приглашаю нашего первого докладчика, Андрея Глентиновича Ачкасова, доктора филологических наук, профессора и директора Института иностранных физиков, РГПУ имени Герцена. Добрый день, дорогие коллеги. Межде всего, хотел поблагодарить организаторов за то, что пригласили меня в этом году опять на эту замечательную конференцию. Я считаю, что в повестке эта конференция не уступает лучшим событиям, связанным с переводом в нашем городе не только. Спасибо еще раз. Спасибо также, что дали мне возможность выступать первым. Хотя я не знаю, насколько тема эта является актуальной и понятной для всех, потому что большие языковые модели – это современный тренд, который только набирает сил. Это, безусловно, инновация. Но то, что в области языковых моделей было инновацией еще три месяца назад, сегодня уже не инновация и даже не традиция, а нечто уже совершенно устоящее. Я бы хотел, прежде всего, задать вопрос к вам в начательстве большого интерактива. Скажите, пожалуйста, кто-то из присутствующих в каком-то виде на практике или учебный работ используется большими языковыми моделями? Если есть, так и просто подмениться. Вы пробовали применять корпусы на практические занятия? Мы смотрели, как у Заджи делал интересную разработку. Нам очень понравилось. Но кое-что мы делаем. Корпус – это небольшая языковая модель, корпус – это большая текстовая модель. Немально, как я, это модель. Значит, справа на слайде у меня цитата, которую я в Фондермея, а я в Фондермея – это ключевая персона в развитии всех технологий, связанных с переводом, потому что еще до Традос, до появления переводческой памяти он основал компанию НИМ, а потом компанию Таос. Традос – это один из наиболее известных исследователей, который всегда смотрит немножко вперед. Прорезнес вот эту фразу в марте этого года на большом событии шестичасовом, которое было посвящено использованию чата GPT в самых разных сегментах индустрии перевода НИМ. И если кратко, то он сказал следующее. Сейчас чата GPT уже серьезно повлиял на новые компании. И он, понимая, каждая функции нашей экосистемы, происходит больше в действительности, чем нам известно, чем об этом говорят публики. И связано с автоматизацией перевода сейчас под вопрос. Это сказал Ярк Мандер Мейер, и он на эту тему говорил наиболее откровенно. Собственно, речь пойдет о том, почему это так, и что нам с этим делать в университете. Если кратко, кратко, это действие. КАТУС появились в 80-е годы, и в конце 90-х они уже рассматривались как нечто совершенно новое, инновационное. Это называли в области перевода промышленной революцией, потому что вместе с развитием интернета и в тюрьме КАТУС появились новые задачи, появились огромные новые массивы перевода, и без переводческой памяти системы управления технологией работают. Дальше на протяжении почти 30 лет мы имеем дело с экстенсивным развитием именно этих систем. И университеты периодически внедряли новые инструменты в подготовку переводчика с большим или меньшим успехом. Однако университеты к этому привыкли, и сейчас в любой программе подготовки переводчика обязательно есть какой-то модуль или отдельная дисциплина, связанная со средствами переводов, в первую очередь с переводчаткой памяти, сейчас есть машины, и так далее. Ну вот три года назад приемли в том, что называются большие языковые модели. И вот два года назад на большой конференции Translation Forum Russia я рассказывал про чат GPT. У меня вот целый слайд досущен. Это маленького хайпа вокруг АТО4. Я говорил, что вот это будущее, что это то, что поменяет всю экосистему индустрии перевода. Слайд прошел, значит, практически незамеченный, это было два года назад. Но в этом году ровно половина Translation Forum Russia говорила именно уже о больших языковых моделях. Большие языковые модели сейчас сравниваются с изобретением электричества, с изобретением интернета. Вот такое влияние они предполагаются, откажут на вообще всю область наших языковых практик, межзинговых коммуникаций, с изобретением электричества. Дело в том, что развиваются они с такой скоростью, и функционал изменяется так быстро, что мы просто не можем предсказать, с какой скоростью это будет происходить, в какой момент мы получим там выкатят новую версию, и что, какой результат мы получим. Иными словами, большие языковые модели сейчас уже разрушают традиционную функционал, традиционную экосистему, организацию перевода с использованием разных конкретных серий. Наверное, можно сравнить со следующим. Если большие языковые модели это новое электричество, то мы сейчас находимся в стадии, когда электричество изобрели, и применяли его главным образом, стимулируя ножки, вот минушки, дергнутся они. Вот примерно на такой стадии использования больших языковых моделей мы находимся сейчас. Что такое большие языковые модели, если просто? Вообще, большая языковая модель это просто ВОИ. Это просто Т9. Это просто подсказка. Большая языковая модель просто предсказывает следующее слово. Другое дело, что делает она это на основе анализа огромного массива, да, и используется в этом случае естественно нейросети, как нейросети, основанные на трансформе, но по сути это просто ВОИ. И большие языковые модели не понимают ничего в человеческом смысле слова. У них нет сформированного представления там о внешнем мире. У них нет самосознания, как об этом мы говорим. Это просто ВОИ. Это просто ВОИ, который предсказывает следующее слово. Откуда тогда такое влияние на все, что происходит? Методы обработки. Да, это трансформеры, которые включаются в миллиарды парагетров. И большие языковые модели основаны на том, что предсказание следующего слова, оно предполагает, что, если бы так выражаться метафорически, модель помнит огромный контекст. Представьте, что вы прочли миллион книг, и вы помните все миллионы книг наизусть, и вы помните, в какой месте находится каждое конкретное слово, и вы помните на тысячу слов левых, тысячу слов право контекста этого слова. И вы помните все эти контексты во всех этих книгах. С точки зрения человеческой, мы никакого себе представить не можем, а эти сущности годы работают не надо. И на самом деле, мы не понимаем, как они работают. То есть, мы знаем, как происходит обработка данных, по каким параметрам, но мы не понимаем, почему мы получаем тот результат, который мы получим. Отсюда скрытые возможности языковых моделей. В частности, языковые модели, когда они разрабатывались, они не предполагались, что они будут выполняться предоставленными. Не предполагалось, что они будут делать сходим. А они сейчас вполне прилично их решили. Не предполагалось, что они будут иметь то, что мы называем знания о мире. А сейчас они эти знания имеют. То есть можно предъявить большой языковой модели, скажем, картинку, где находится физический объект, и спросить, что будет, если произойдет то-то и то-то, и модель ответит. Но это не предполагалось. Предполагалось, что это будет просто программа генерации текста на основе предсказания следующего слова. Кроме того, с большими языковыми моделями связана антропоцентричность ожиданий. Так как языковой модели оказалось, что есть большое количество незапланированных, непредвиденных результатов, которые эти модели нам выдают, то, во-первых, появилось мнение, что, вероятно, они обладают сознанием. Вы, наверное, знаете историю специалиста из Гугл, который долго общался с языковой моделью Лардо и сказал, что у него есть сознание, он подпомниковал потом в своем интервью, и вы из Гугл заделали вот это. Это, кстати, интервью опубликовано, весь разговор на философские темы, но в действительности сознания у них нет. Но антропоцентричность ожиданий от того, что предлагают большие языковые модели, она, тем не менее, сформировалась, это является, в общем, таким сейчас концептем. Это первое. Второе. Настолько убедительны, неожиданные результаты того, что предлагают большие языковые модели, что появились опасения, что они вообще не сахватят. Вы знаете, как вы подписали письмо, приостановить, его, кстати, Маск подписал, приостановить разработку больших языковых моделей. Естественно, это не произошло, потому что, ну, даже если бы приостановил, Китай никогда. А вот Китай из своей большей языковой. Ча-то же пяти, на данный момент, на самой большей. Кроме того, сейчас говорят о том уже, что большие языковые модели приближаются к тому, что называется General AI, Общий искусственный интеллект или Синий искусственный интеллект, который демонстрирует все признаки человеческого сознания. Никто не ожидал этого от больших языковых моделей. Считалось, что Общий искусственный интеллект, он возможен только тогда, когда будет много каналов информации, она будет обрабатываться вместе с умистигой. Ну, то есть, должен быть визуальный канал, антиоканал. Должо быть какое-то тело, как в фантастических фильмах, у какого-то организма, которое бы позволяло по нему ориентироваться в пространстве, вот тогда возникнет Общий искусственный интеллект. Но нет, оказалось, что простой был, просто обрабатывая огромный массивный удар, обладает признаками того, что мы называем сильный искусственный тел. Каким образом используются большие языковые модели на сегодняшний день? Используются очень по-разному. Я вам расскажу исключительно о их использовании на практике сейчас в области перевода на языковые модели. Во-первых, те, кто использует языковые модели, называют их сейчас промт инженером. Потому что промт – это вопрос языковой модели, на который она разнообразна. Промт может состоять из одного слова или из нескольких тысяч слов. Задача стоит в том, чтобы написать такой промт, чтобы языковая модель дала тот ответ, который мы хотим получить. Ну и по тем параметрам, которые мы хотим получить. Чем занимаются промт инженеры? Собственно, разработкой промт-комт. Оптимизацией больших языковых моделей, если это нужно, если не к этому есть доступ. Выявлением закономерности, по которым работает большая языковая модель, потому что ни один промт – сам сначала хорошо работает. И, наконец, обучение моделей. Да, промт-заброс, подсказки и интересы. Используется сейчас, как и для перевода, редактирования, конфликтов, транслигирования, переписывания, получение краткого содержания, анализа контента и просто генерации текста. Самый разный формат. Я вам сейчас покажу несколько очень коротких примеров промтов и результатов их работы, которые я лично использую в работе со студентами. Но это такой очень простенький пример, который сейчас аудитория, которая к этому не очень подготовлена, ну, по частности. Да, естественно, можно попросить… Это все чаще. Естественно, можно попросить языковой модели просто сделать перевод. Она сделает перевод. Кстати, перевод этот, на мой взгляд, сейчас значительно лучше, чем делает буквы, но такой пример я не буду переводить. Попробуйте сами все, пожалуйста, в экран канале, есть чат-жи-пяти, бесплатная версия, это сообщение. Вот пример промта номера 1, в котором этот промт написал я. Я прошу чат-жи-пяти перевести текст номер 2 с использованием гласа. Гласа я помню определенным образом, и я рассказал чат-жи-пяти, каким образом именно оконят гласа. В том числе я рассказываю, что термин может состоять более, чем из-за того слова, это нужно, иначе чат-жи-пяти не поехал. Еще я не использую там всякие слова «твы», «изу» и так далее, а надо обращаться вообще-то с языковой моделью, как с человека, как с ребенком. Надо их просить «пожалуйста», или можно порубить, как сейчас. И вот результат, пожалуйста. Перевод выполнен четко, с использованием промо-контеминологии, и так далее, причем перевод очень привычный. Вот он, пожалуйста, пошли. Вот еще один пример. У меня есть два текста на русском языке и на английском языке. Точнее, это первое предложение из двух аннотаций. Причем аннотация этих линей. О чем я прошу языковую модель? Я ей рассказывал, что ты сейчас будешь работать в профиле. Ты должна сравнить один текст, это оригинал, второй текст, это перевод, и дальше внести изменения, если ты их видишь, если там есть различия, и дать список изменений. Там список изменений на самом деле больших, только одно предложение. Смотрите, собственно, это реальная аннотация. В аннотации была допущена ошибка. В русском языке речь идет о двух просветляющих биологических там чего-то, а в английском он идти. Значит, промо работы, модель исправляет печатку, а дальше выводит список, ну, там дальше будет список корречность. Он говорит, что пять надо исправить, а таких ошибок может быть много. Не обязательно какая-то прецизионная информация. Это могут быть смысловые ошибки. Просто просим дать, будет лист того, что вот она, список короткую минуту, которая находится. Вот еще один пример использования того же чата GVT. Я просто даю чату GVT ссылку на какую-то новость. Ну, промо, как он череповый перенес, я даю ему новость на англоязычный сайт, и прошу дать, там, пару страниц на новости, и прошу дать краткое режиме этой новости на русском языке. Мы получаем вполне корректный текст. Это уже такой вот кросс-языковая коммуникация, но это не перевод, это одновременно. На практике это используется. Используется широко, потому что мы можем дать не один урок, а тысячу. Это правда дорого. Сто или сто, сто с сын. И попросить не только дать резюме по каждой новости, но обобщить все это, структурировать и представить определенный, в той форме, в которой мы захотим сделать. Ну скажем, я попросил Чарджи Питти, собрать мне все новости, связанные с средством архиватизации перевода, с сайтом на китайском языке, я там указал несколько, и получил на русском языке обзор. С указанием того, откуда это, какие там планы, какие иконы складываются, и написать про хороший тон. А вот этот пример, наверное, интересен на трагедии, потому что в данном случае я взял кусок из закона об указывании Российской Федерации, посетили форму организации программы, как профессиональное понимание, как это сделать, и попросил Чарджи Питти написать этот простой результат. Вот из такого антаса мы получили, вот такой короткий, но там в правде было следующее, разбей предложение на несколько, старайся не использовать специализированную сценару, и мы получили вот такой результат, причем я даже не очень старался, наверное, можно сделать фронт, который даст лучшие результаты, если назад еще какие-нибудь обороты будут использовать. и что мы запрещали использовать. Вообще фронт может состоять из нескольких тысяч слов, то есть это вот такая пастыня, и их можно использовать много раз, мы просто меняем образы. Вот лишь несколько примеров, может быть, нам нужно больше. Итак, как на сегодняшний день, а это важно понимание того, что делать университетам, как нам быстрее реагируют на вот такой функционал больших языковых моделей. Первый вариант. Это еще один инструмент. Это подобно тому, как было с возникновением машинного перевода. Ну, будем использовать, никакой проблем, если это фолиер, мы используем ТРТ, будем использовать для работы с сигнурой. Бизнес-модель всего не меняется. Ну, появился, появился, Чарджи, Пети, там, и другие большие модели, на самом деле, модели здесь вообще без ман. Наполнительный функционал, хорошо пробовал. Вторая позиция, меняли все. Это большие компании, это компании, которые занимаются там не только переводом, но и в принципе управлением, управлением, управлением языческим контентом большим. Они говорят о чем? Сейчас клиенты уже приостановили многие заказы. И это реально было на том мероприятии, откуда я цитировал Яблоку. Это принципиально новый функционал, который отменяет старые стратегии, старые механизмы, старые сценарии использования средств организации, в том числе переводческой памяти. Сейчас уже, они говорят, будет речь идти о генерации контента новоязычного, а не просто о переводе или там переписывании или редактировании. А в действительности там еще будут у меня пара кейсов, такие сценарии будут использоваться. Есть третья реакция, ждем. Ждут в основном небольшие компании, которые говорят так, ну это что хайл или новый тренд, нам пока не понятно, мы не будем, что ты спонсируешь, у нас там денег для того, чтобы это себе внедрить, а в крупных компаниях уже есть фронт-инженеры или даже целые отделы, которые занимаются фронт-инженером. Пусть их на крупных, международных. Мы тогда не будем не поздно перейти, но может быть это и скрытая угроза. Но на скрытой угрозе там еще пойдет речь, я не могу сказать. Итак, вот несколько реальных пейсов. В конференции кто-то будет выступать про поисковую оптимизацию, так вот, сейчас наиболее активный чардж-утиль используется для межязыковой поисковой оптимизации. Это прямо тренд, который уже набрал силу. То есть сейчас продвигающие тексты многоязычные на основе промтов успешно пишут большие языковые модели. Не только чат джипетин, не хаген чат и даже наушен.рк. Другое дело, что этих текстов стоят очень много. Если там раньше компания писала 100 текстов, она может миллион текстов написать, просто меняя немножечко условия для условия. Еще один кейс. Смарт-карт уже внедриво в свою систему получат же детей, я у них спросил, они еще даже в этой веке не дали вопрос, я спросил, а как, это будет доработка сегмента или нет, это будет генерация контента, причем генерация многоязычных. Это не будет доработка сегмента. Ну то есть это то, что называется бренд стретч, то есть собственно компания, которая всегда продавала преимущественную память, она будет продавать по совершенно новому условию. Ну сказали, что да, все будут смотреть вот это большая компания, сейчас блокнот композейшем вызывается, там куча компаний, в том числе Икея, например, которые не имеют машин, которые все рассказывают, о том, какие могут замокнуть, уже использовать чай. А это в правом верхнем углу, это позиции, которые сейчас появились в компаниях, которые связаны с большими системными моделями, и там вы видите, что даже здесь, например, какой-то комптивный менеджер, то есть это менеджер, который управляет целой командой, промз. К чему это в конечном итоге ведет, к чему это сейчас ведет? Сама индустрия перевода, которая относительно стабильной до дни года являлась, хотя там есть маленькие компании, крупные компании, рады, на поле индустрия, она теряет границы, она с одной стороны выходит из своей границы, с другой стороны туда выходит совершенно новое, на их себе выходит совершенно новое компанию. В частности, например, это тоже реальный кейс. Кстати, это реальный кейс от компании Мерлингон, с директором, с которым я врач сообщался, что, например, происходит. Это тоже часть жизни. Мы берем письменный текст, мы его оживляем, из письменного текста делаем как устный текст, сокращаем предложение, добавляем нужную фразу, пробку, заслужим. Дальше мы этот текст переписываем определенным образом, например, переводим на английский и переписываем, так, как будто его написал носительный язык. Кстати, это очень интересная функция, перепиши текст. Так, ты опытный писатель, подбирает, напиши текст, какие-то носители языка. Пробуйте взять собственно аннотацию, перейдите на английский, попросите сделать дальше редактуру, такую чат жпти, вы удивитесь, какой будет результат. И еще один сценарий. Берутся текст из видео, они оттуда вытаскиваются, транскриппируются, все это делается автоматически передать некоторых раз. Дальше они переводятся, дальше они переписываются, дальше создается новый канал. И дальше у нас есть аватар, который начинает произносить эти тексты. Таким образом, что достигается, мы можем взять какой-то объем контента, например, на английском языке, таким образом его оттуда вытащить, вот так переписать, что вы можете задержать никаких вопросов по подкрайфу, создать новый канал и туда пойдут подпишки, потому что контент начинает продавать. Это конкретный текст, конкретный фонд. И это реализуется непереводческим. Или посмотрите, Верафонг, это непереводческая компания, но посмотрите, они используют ученщики, и они посмотрите, с каким уже предлагают эту структуру. Ну, маркетинг транславишный сервис, слава, маркетинг компания, а маркетинг компакт креейшн, это все команда промптиков, которая этим занимается. Это не индустрия перевода. А может ли там работать наш выпускник, когда мы его здесь готовим традиционно, или даже рассказываем, что как пользуется средство наоборот заперед, и очень много могут быть. Ну, вряд ли. Хотя, могут быть. И должен. И, наконец, открытый угроз. Дело не в том, как переводческие компании, маркетинговые компании, компании по поисковой организации используют большие языковые модели. Самая большая угроза не в этом. И об этом тоже была речь на том событии, который я набрал. Посмотрите, об этом тоже говорил с делом модели. Дело не в этом. Дело в том, что использование больших языковых моделей в принципе повиняет способы производства распространения контента. Компании начнут иначе производить контент. Они будут производить больше контента, они будут производить на разных языках, и чем тогда будут заниматься в основном производственном бизнесе. Как будут использованы большие языковые модели сегодняшних клиентов, например, которые используют техническую документацию. Только что я вам показал, что можно переводить с использованием гласаев. А можно писать годовой отчет на основе просто структурированной базы данных. Да, пример старого годового отчета и новую информацию. Причем это можно делать не напрямую через человече а есть так называемые prompting platforms. IP интерфейсы, которые позволяют удобнее создавать эти правды и просто имеют возможность, дают возможность подгружать данных. Это старый годовой отчет, а вот сюда он подгружает новый объем данных. Прецизионный и факт. подгружать просто объема контента само по себе может отменить участие человека. Останутся ли копирайтеры люди, если те же самые поисковые системы спокойно принимают контент, например, поисковая оптимизация, который создает большинство колоннодель. Правда уже есть системы, которые определяют, что она вот это создала из-за правой модели, поэтому вот этот текст мы как бы не учитываем, поэтому мы сайт убегаем вниз, но уже есть промты, которые позволяют переписать все тексты так, как переписал человек. То есть сама система, которая пишет такие тексты, она уже в состоянии обманывать системы, которые проверяют эти тексты. В связи с этим еще один выступающий знакомый я, если мы говорим, Марков Пронбейти, это, кстати, директор компании Translate, который тоже имел такое же отношение к датальному чатру. Он сказал, что большинство моделей break in the view of internet, потому что использование интернета, особенно для продаж, оно было основано на том, что есть какие-то определенные правила, хотя правила для поисковой оптимизации они постоянно меняются, но тем не менее вы относитесь на стабильные правила. А теперь мы можем за день спокойно генерить несколько тысяч новых текстов, в том числе продающих. И это совершенно меняет ситуацию. Ну что должны делать? Мы должны запретить поисковым системам индексировать этот контент. мы например здесь такая компания Google, которая вообще не занималась переводом никак, не имеет большого интернета, но у нее появились вот такие уже опции, и это тоже большие языковые модели. Именно большие языковые модели позволяют так быстро дебросить свои языки. Что нужно для того, чтобы выпускник вуза мог войти этот сегмент в сегмент, который занимается работой с большими языковыми моделями. Чтобы он получил какой-то базовый навык того, что называется в том тижине. Первое. Нужно базовое понимание того, что такое большая языковая модель. Базовое понимание очень сложно, потому что хотя бы из элементарной математики, из понимания того, что такое трансформа базовое понимание этого слова. нужен какой-то объем, какие-то нужны отдельные специалисты или какая-то методика донесения до лингвиста смысла содержания того, чем является большая языковая модель. Уначе, да, мы, конечно, пользуемся, мы так понимаем, что это вот, но не пользуемся того, а еще мы пугаемся, а еще там есть скрытые возможности, которые мы открываем, мы удивляемся. Вот, чтобы не удивлялись, чтобы открывали эти скрытые возможности, но это было бы закономерно и случайно, мы бы базово понимаем про это. Первое. нужен элементарный навык структурализации запросов. То есть нужно научить писать простые программы и дорабатывать. Собственно, я сейчас пытаюсь это делать. У кого-то это получается, у кого-то нет. И я сам эти программы и запретаю. То есть я, как я нашли, это лучшая практика, кейс, но там перевод с глазария, например, вот это моя подработка. С сравнением двух текстов на предмет ошибок оригинальной переборки, это нужен опыт решения конкретных задач. То есть если не будет конкретной задачи, конкретной цели, то писать такие промты для разных систем будет не более чем эксперимент и бесконечные цели. Это останется просто по-попу. Нужно, чтобы достигалась определенная цель. Была поставлена задача, достигалась определенная цель. Поэтому нужен опыт решения задач. Даже просто так. Наконец нужна постоянная актуализация знаний, потому что не успел объявить 3.5, а тут уже выкакивают 4 туба GPT, а уже GPT с Microsoft делают совместные правила, а уже OpenAI говорит, что они будут приехать с больших языковых моделей на более маленькие, потому что маленькие модели более годные как раз для создания технического например контента. и там меньше будет цена актуализация знаний. Но как этого достичь, как эти знания актуализировать, ведь преподаватели сами эти знания не актуализируют. поэтому что я сейчас вижу на стороне университета? Преподаватели и студенты нет релевантных навыков. Мои навыки я тоже не считаю достаточно релевантными. Я думаю, что попробую. Это первое. Нет и не может быть относительно стабильной механической базы, потому что системы, дети, и способы общения с ними, и открытие новых спутных возможностей, кто-то не знает, они настолько быстро меняются, что какая-то методика обучения того, как СС проходит. Не может быть стабильной. Первое. Профессиональные траектории. Да, меняются профессиональные траектории. Сейчас у наших студентов, если они выходят из университета, нет, конечно, они могут работать, пойти на восстание 6, перевозить господом. Тут траектория меняется, конечно, есть компании, где они будут по-прежнему использовать переводческую память, если есть достаточно большой объем у компании заказов, именно такой, и компания пока не планирует переходить к работе большими моделями, но это тоже время. По крайней мере, как говорили, я буду говорить. И да, траектории в конечном итоге мы будем ввести в сейл, в продажи и в маркетинг. или в те компании, в которые сейчас будут перерождаться группами переводческих компаний. Хотя нет, я к ней это останусь. Какая-то часть среднего и мелкого переводческого бизнеса, она останется примерно в какое-то время еще, я не знаю, какое-то, в рамках тех моделей, которые существуют, в рамках тех стратегий. Для них по крайней мере какое-то время, особенно там, где то, что называется розницу. Не даже там, где P2B, но там, где этот P2B такой небольшой компаний. А там, где розница останется, даже нет. Хотя я не знаю, я вот попробую, я здесь попробую, научить Человеческий ПТ переводить паспорта. А может вполне реализуемую задачу, особенно если на текущем теопедии какой-то который еще будет распознавать паспорта. И наконец, розницы нам в помощь. Третья это вообще позиция. У нас есть розницы, там все написано, есть персональные стандарты, и мы готовим перевод еще, они помняты, они все эксперты. Стабильность. А если надо, кому надо, те научатся. Это позиция, которую я неоднократно слышал от разных преподавателей перевода. Вообще-то ровно так говорили и последствия автоматизации перевода, и про машинный перевод. Зачем машинный перевод? Мы слова ненадежны, пока рискаем, сколько мы слов еще увидим, представляете, сколько мы говорят. А машинный перевод вообще не умеет этот, сплошнее иметь. А все отчего? Потому что нету представления о том, как работает статистический машинный перевод, как он пользуется, откуда дальше идут. недавно мне прислали перевод стихотворения к Мушкину сделали машину переводом, дома смеялись. Ангельский язык. Я сделал август и сказал, переведите мне, пожалуйста, стихотворение к Мушкину, ангельский язык. Ну-ка, я не могу. Вот тогда и не надо. Итак, университет. Что на данный момент я считаю в ближайшем перспективе можно сделать? Первое. Есть курсы, есть много бесплатных тестов обход в режиме. Много есть. Есть курсы под конкретные задачи. Есть много примеров фронтов для работы с именно языковыми задачами, в том числе в части просто языковой коммуникации. Любовь. Прилоты, написанные и так далее. И, конечно, и барабаны. Второе. Собираем лучшие кейсы. Их много в свободном доступе. Вот то, что я уже сказал, это тоже кейсы. Их тоже можно использовать. Там прям готовые фронты. И смотрим лучшие практики. За лучшими практиками тоже сейчас можно следить, потому что это активно обсуждается. Ну и в общем-то никто особо не скрывает. Хотя и скрывает. Когда нащупали особенно скрытую возможность рассказать, каким фронтам это решить, то можно скрывать. Дальше. Используем доступные модели. Как минимум, чадочек лети хотя бы бесплатно вверх, если там не условно бесплатно. Каждый чад работает намного хуже, с ним интереснее разговаривать. Не удаешь, чтобы перевести с гласами. Он переводит, но не весь гласами использует. Но я же тебя просил, ты можешь лучше. Смотри, ты не использовал. Да, извините, сейчас все сделаю. Значит, вот так один чад работает. Здесь научный анк, который позволяет писать тексты там прям в разных жанрах, прекрасный текст, рекламный написал один чад в странах языков. Но он лучше, чем наше попирать на университетский. Прямо все языки перечислили. Янекс GPT. Вот с Янекс GPT я еще не поработал, но говорят, что он работает, в общем-то, конечно, хуже, чем Чарк GPT, но уже вполне способен. Используем на практике. Выговорит ничего. Хотя бы сами. Мы в изучении, коллеги, уже после того, как я завершил презентацию, я попросил, сделал промок такой простын на английском статье. Я попросил Чарк GPT сдать кейпорус, что должно поменяться в работе преподавателя и программ подготовки переводчика с учетом того, как сейчас развиваются большие языковые модели. И вы знаете, он сказал что-то не сильно отличающееся от того, что сказал это вот прям без справки 4 пункта они все там будут предоставлены. Преподавания должны быть присутствовать. Программа обучения переводчика специальные форусы, с недельным следом предоставить просто реальным проектом. предоставлены обучения обучения организаций, которые большие незаконно обучают. Это я вот вчера вечером может 10 часов дай попробую с одного раза. Спасибо за мной. Спасибо большое. . Рассказывает вопрос. Очень интересно. Можно. Андрей Геннадьевич, спасибо большое, я даже задала такой вопрос, как думаете, в каких дисциплин нужно вводить к учительу этим вопросам, или какая-то отдельная дисциплина, или на практике перевода, или во время написания ОТР, например, и не пробовали ли Вы задать вопросы на чат? Какие дисциплины взять? Я думаю, что чат на этот же вопрос у меня ответ не даст, потому что чат должен понимать, что он уже нам не сможет. Нет, если чат скормить наш учебник, то это учебник, то это опытный, то это РЭН, то это ДАВА и так далее, и все это нужно, то в рамках каких дисциплины происходит. Я думаю, что это может использоваться в рамках абсолютно любой дисциплины. Ну, во-первых, на практике перевода без ссылки. Там, где средства автоматизации перевода, конечно, я там. Там, где мы пишем ВКФ, да, само собой. У меня сейчас аж 10 человек пишут ВКФ, и меня всем рекомендовали получать обзоры к литературе, то есть использовать самому чат на GPD. Ну, то есть, если есть текст, то они будут в этом. Вот, кстати, если дать ссылочку на PDF-файл, я бы его не прочитал. А если уроку, ну, кстати, чат на GPD тоже есть. Извините, я не могу прочитать. Ну, пожалуйста, есть доступ. Ну, это урон соглашается. Через паркоголь, такому он, например, вклад в версию вебинария. Или даже там, где какой-нибудь, скорее, сибрация, ну, а почему нет? Почему нет? Тоже было удобно. У меня сходим, схожи был вопросы. Я подумала, что, наверное, здесь надо еще больше внимания наделять курсу аннотированной информации. Ну, у нас в школе есть, поэтому мы на это обращаем, наверное, вот при описании к тому, что, как у нас эти навыки, скорее всего, и должны годиться. Вот студенты не любят заниматься аннотированием, а не реферированием, не знаю, по опыту. Тут все равно, мне кажется, немножко разная задача. То есть, по сути, мы должны что-то сказать машине, чтобы она хорошо сделала. Да, но поэтому надо понимать именно главное, что тебе надо. Важно понимать одну вещь. Можно написать, а реферируй текст, да, текст, и мы получим анализ. А можно написать, ты занимаешься реферированием, реферированием ты понимаешь, что представляет собой тот или тот или тот. Ты сейчас получишь текст от такой стилистики. Ты должен дать краткое содержание, предложение должно включать себе больше, чем столько количества слов. Пожалуйста, избегаем от там, где возможно использовать такие-то разговорные конструкции. Дальше, и там тексты. Дальше, т, мы даем разговорные конструкции. Дальше, т, мы указываем, там, количество максимальных слов предложений. Дальше, мы обязательно говорим, какого объема нужно. Причем реферат. Причем бесплатная версия сейчас в GPT. Она работает быстро, но она работает лучше чем четвертая. Это первая. И вторая, там очень неудобно писать. Другие программы получаются. А вот если мы будем использовать для интернета, по проекту, программы, там тоже есть, кто-то можно там грузить, кто достаточно. Но вот об этом Канценте раньше рассказывал, он показывал. Правда, не стоит денег. А если мы поиспользовали таких блоков, то там, единожды написав такой промо, мы потом можем несколько раз дорабатывать, на этом может быть такое время, но мы будем получать. То есть, смысл заключается не столько в том, чтобы заставить угрозы студентов и реферировать их получать, сколько писать правды, которые будут давать тот результат, который нас устраивает. То есть, добиваться, чтобы результат соответствовал нашим ожиданиям, нашим представителям. Вот самое важное решение. Да, пожалуйста. Спасибо большое за очень ценное, конкретное для меня, для руководителя ВКФ выступление. Скажите, пожалуйста, у меня чистый практический вопрос такой, Андрей Валентинович. Вот формирование запроса на маркетплейсе, можно его отнести к большой языковой модели, или это слишком часто? Значит, что такое формирование запроса на маркетплейсе? Значит, маркетплейс это такая платформа, на которую мы продали, продали. Это я знаю, что да. И мы формируем запрос. Например, купить кровать мягкую, купить какое-то лекарство. И вот это вот, 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 купить кровать, так, с такими параметами, это и есть запрос на маркетплейс. То есть мы формируем запросы. Эти запросы, они должны быть, ну, как мы их формируем сами, но они могут быть анаритмизированы. И можно ли этот запрос, вот формирование этих запросов, типовых запросов, считать большими языковыми моделями, или это, ну, часто звучит? Это просто запросы, это просто запросы, это просто вот, мы можем сравнить это с фронтом, это первое. Дело в том, что большие языковые модели используются для продвижения товаров, в том числе на маркетплейсе или в интернет, как раз использование больших языковых моделей. То есть большая языковая модель получает сведения о том, какие ключевые слова используются в запросах. И тогда она дает описание товаров, не будет использованием этих ключевых слов. И она таких, она таких, там, описание товаров может замерить, ну, человек может, там, десятки, она может тысячи. Ну, правда, сейчас поисковые системы, те же маркетплейсы, если туда такое количество информации не бывает, это называется, брейк негативного гарантина, она, видимо, будет ограничена, потому что слишком много. Ну, да, анализ того, какие запросы делают пользователи, что они в результате получают и на чем они в результате задерживают свое внимание, ну, например, на больших маркетплейсах, например, на Alibaba, вот там это уже работает, давно работает. Вот это делается сейчас, да, уже с использованием больших языковых моделей. Большая языковая модель в состоянии проанализировать это и дать описание товара, и в том числе в интернет поподвигать интернет сами, да. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Андрей Викторович. Андрей Викторович. А вот сфиксируют ли механизмы, которые вы способны распознать сельские экспрессии? В общем, возможно такое, что иронию, да, ее можно ли рассказать без рецидентного текста? Да, возможно, и то, что называется sentiment analysis, большие языковые модели делают это уже давно. Единственное, что для этого вам еще три года назад требовалось антирирование данных. Ну, как и для любой, для тренировки любой большой нейросети требуется антирирование данных. Ну, то есть, если это там картинки, мы должны, значит, сказать, какая картинка, что изображено на картинке. Кстати, когда мы капчу заполняем, мы на самом деле тренируем большие модели, нейросети тренируем. И да, для sentiment analysis сидели люди, кстати, периодческие компании, когда им не хватало работы, они этим тоже занимались. Ну, то есть, есть какой-нибудь там огромный вид, как где-нибудь там на тех же смарт-плейсах, где есть огромное количество информации, вся клюзия и там вот эта ирония, вот эта нервития, это посвятил, а эта нервития и так далее. И да, языковая большая модель обучалась, нейросеть обучалась вот на этих массивах данных, и да, тогда она спокойно могла, ну, для чего это использовать? Она могла спокойно уже фильтровать то, что происходит, где-нибудь там, в какой-нибудь части или в подписях описания, ну, в разговоре покупателя по поводу угова, работе, ударять ли нужное, оставлять нужное. Это, это давно используется технология. Но пардокс в том, что сейчас большие модели, большие языковые модели, и это еще, их же не учили переводить. Они не работают, как работают там, диплом или буквы, там нет модуля перевода. Так вот, большие языковые модели, они сейчас уже в состоянии распознавать, делать сентричные донавы, с избегкой, творительной подготовки. Работает это, ну, пока вот так, но, наверное, еще не придумали способы общения достаточно хорошей модели, то есть не придумали, а что на входе должно быть для того, что вы можете попробовать. Вы можете попробовать взять какой-нибудь текст, в котором будут небольшой, положительный, отрицательный, там, реплики всякие. Подгрузить в интернет, можно сейчас попробовать, подгрузить это в тот же самый чат GPT, но предварительно, кстати, пожалуйста, ты должен определить, какие высказывания вносит негативные коррекции, то лучше писать все по-английски и дальше дать какие-то полученные информации. То есть вы получаете результат, он вас не устраивает, даете ему. Но сентимент, когда она формировалась, вот это называется, прям активно очень развивающаяся сейчас на программе, а используемые в большинстве сентричных моделей. Причем очень практические ориентиры. Спасибо. Еще? Да. Добрый день, коллеги. У меня уже вопрос к вам, Андрей Валентинович. Надя на посте, на просе встречи. Вопрос практически, и он заключается в том, есть ли смысл сейчас заниматься таким мощным, такой мощной разработкой разных статистических моделей, разно сферах, то есть ли образы, но нет, иметь ли смысл создать единую изготовку модели, например, для художественного, для тех, кто-то, для агентации, ну и так далее, объяснимые опасения. Все, что связано с искусственным интеллектом, хотя вот в своем выступлении мы тоже его попросим, конечно же, мы используем в его занятиях, но мои опасения таковые, что чем глубже и дольше это вызывает искусственный интеллект, то есть познание, например, сосорики и так далее, тем больше опасности мы подбираем себя как пользователей, как вообще человечеству, потому что, ну, тоже Илон Маск вот сейчас, вот сейчас это все на какой-то момент приостановил, понимаем, насколько это может произойти в человечестве, когда вот эта вот кышная программа наступает, и та же самая модель будет работать в АДКИ, то есть я даже не говорю о каких-то ошибках и так далее, но то есть произойдет какой-то сбой системы, и я вот такой для себя вывод сделала, посвящая вас, здесь совершенно презентацию, информацию, конечно, если мне сейчас придет в какой-то более медленный, идеальный языковой модель, художественный модель, документации и так далее, вот надо восстановиться, не надо дальше ничего развивать, да, вот те же чувства и эмоции и так далее, мы возьмем сами свои постредактирования, то есть мы сейчас, я вот в этом убеждена, мы работаем против себя, человечество работает против себя четко, развиваясь в семье. Есть целое выступление, вопрос. То есть есть смысл единую модель создать для, как бы глава Лондон, для художественного модели, ясно ли выяснился? Это классические аргументы, которые мы постоянно слышим, как от некоторых разработчиков, которые должны быть, так и просто от широкой массы людей. Значит, человечество всегда работает против себя. А давайте мы попросим Германию, Америку, Китаю, давайте не производить столько машин разных, давайте произведем три машины, семейную, грузовую и все. Не будет ли это лучше? А зачем нам такой большой автопром? Ведь, а давай еще лучше давайте, а давайте мы вообще ограничим количество машин, которым мы пользуемся, сколько ломалий отрождений у людей. А давайте мы, может, от электричества откажемся. Представляете, какое количество людей от электричества погибли? А представляете, сколько побочных эффектов у декамин? А от побочных эффектов регулярно бегут люди. Вообще давайте подавам, потому что ковид. Понимаете, этими процессами нельзя управлять. Помните, мне говорят, когда Татьяна Черниговская, лет пять, потом я уже сказал, что интернет, наши люди, интернет, они там стали безумные, они стали буквы. Давайте чуть-чуть не запретим, нельзя такие вещи запретить. Во-первых, в этой области нельзя заговориться, потому что это бизнес. И OpenAI, это была компания, не доходная, а сейчас она уже доходная, а это деньги. И сейчас, как говорят, мы уже ждем, а какая очередная большая языковая модель с МАЛИ? Они как раз и идут по тому пути, который вы сказали. Они хотят разобраться более маленькими, более запущенными. Но они на этом не остановятся. И никто не остановился. Знаете, какая была самая радикальная, вот когда я писал, вы сказали, а давайте мы на крайний случай обозначим все точки, где, значит, это самое сервера стоит, и бомбанем. Чтобы вот так прекратить разработку больших языковых моделей. Ну, действительно, ну, а если подумать, сколько интернет-вреда нанес, космос, есть польза, есть свет. Ну, любой новой технологии есть, от нее есть польза, есть свет. И ни одну новую технологию никто никогда ее развитием не смог остановить. Даже Китай. А Китай, они разработали свои большие языковые модели. И их точно не остановится. Никогда никакой подружной конвенции, пока ничего не точно абсолютно не впишется. Поэтому, так же, как и интернет, так же, как и развитие электричества, автомобилестроение, разработку больших языковых моделей мы не можем остановить. Мы не можем эти процессы контролировать. Это в конечном итоге бизнеса. А, еще одно предложение. А давайте ограничим количество продаж графических карт. Это уже все на нас. Графических карт делалось. Никто не мог и никто никогда не сможет. И это не плохо, не хорошо. Это, ну, это аспект нашего человеческого существования. Мы всегда что-то создаем, что нам убедит. Просто важно другое понимать. То, что я сказал вначале. Это тоже мне. Вот сейчас мы электричество используем в повсеместном разных целях. А поначалу мы не знали, что случилось. Ну, там, мамочку, которые мы рассветили. Понимали, что электричество, вот оно, если к мышцам мертвую лягушку, оно тут. Вот примерно мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы только, только начинаем понимать, как это работает. А что за этим последует, мы не знаем. Но признаков того, что языковые большие модели захватят мир, супер, пока нет. Спасибо большое. Приглашаем Наталью Викторовну Мечаеву. Она у нас президент Ассоциации преподавателей «Перевода» и соорганизатор нашей конференции. Мы с Ассоциацией являемся официальными партнерами, поэтому мы проводим разные мероприятия совместно. Но я очень рада, каждый раз, когда встречаемся на этих мероприятиях. И сегодня Наталья Викторовна нам расскажет про профессиональную коммуникацию как залог успешного старта карьеры студента-переходчика. Чему, как и когда надо учиться. Большое спасибо, Наталья Викторовна, за представление. Большое спасибо за приглашение. Я рада находиться в стенах ВМЕХа. И теперь у нас новая даже аудитория. Мы встречались с вас там, где же к вашей кафедре. Новые стены, новые лица. Я рада, что у аудитории есть преподаватели, как обычно есть студенты ВМЕХа. Да, конечно, сложно выступать после Андрея Валентиновича, который так увлеченно и интересно рассказывал. У меня тема немного такая приземленная. Андрей Валентинович говорил про большевизоровые модели, как мы туда движемся, как можно обладать, как наши студенты, за ними будущее, и как будут развиваться языковые модели, в том числе зависит от вас, ребят. У меня тема немного более определенная. Я расскажу, буквально еще пару слов о себе добавлю, почему я буду говорить конкретно об этой теме, почему она для меня актуальна, и почему тот опыт, которым я хочу с вами поделиться, может пригодиться вам как коллеги преподавателя и студентам, надеюсь, тоже будет интересно. Помимо того, что я преподавательный перевод на группу в МЕХ, я провожу ассоциации преподавательного перевода. В рамках ассоциаций я также руковожу рабочую группу взаимодействия вузов и отрасли. И так получилось, что в этом календарном году даже буквально свежий курс, который я разработала в РГПУ имени Герцена, называется «Основы профессиональной коммуникации». Этот курс я разработала совместно с работодателями, используя ресурсы вот этой самой рабочей группы для инвестиций вузов и отрасли. Поэтому здесь у нас получилось такое хорошее пересечение. И я думаю, что опыт может быть интересен и другим преподавателям. Его можно масштабировать, применять любители в университетах тоже. План на его выступлении содержит 4 пункта. Четвертый у меня был со звездочкой. На случай, если я успею, но я постараюсь чуть-чуть короче, чем у меня это планировалось, для того, чтобы мы не совсем уже без регламента. Обычно это все задачи со звездочкой. Студенты знают, что в школе это такое наиболее сложное, которое требует особых усилий. В данном случае это не было сложно. Это часть практических советов. Немножко из опыта организации курса, то, что я обычно даю студентам, то, что универсально, то, что, может, ребята, вам тоже пригодится. Я постараюсь пролистать, или потом просто отдам презентацию Наталье Александровне, она с вами подвергла. Вы там все можете прочитать. Первые три части, первые эти пункты, они будут интересны и студентам, и преподавателям. В первую очередь преподавателям, собственно, как я разрабатывала курс, что в нем исключала, кого подключала на каких этапах, и в итоге, какие результаты я получила. Надеюсь, что они были материалы с вами теперь. Начнем, пожалуй, с того, что такое профессиональная коммуникация. Ну, профессиональная коммуникация, общение между профессионалами, теперь решение профессиональных задач. Собственно, такое очень простое определение. На что обращаю внимание, что эта коммуникация отличается от вашей ежедневной коммуникации, от питовой коммуникации и на те, что это профессиональная коммуникация. То есть здесь вы не вступаете в роли ребенка или мамы, папы, друга, товарища, это профессионалы, и вы наешаете совместные какие-то профессиональные задачи, просто у каждого своя роль. При этом любая коммуникация, профессиональная коммуникация основывается на определенных привычках действовать определенным образом в определенной ситуации. И в партнерном направлении. Здесь я, наверное, немножко отражу, чтобы было понятно и студентам тоже. То есть в любой ситуации вы будете действовать как или иначе в каком-то сценарии. Когда мы рождаемся, мы усваиваем эти сценарии. Например, нас учат как знакомиться, говорят, подойди, скажи, меня зовут Маша, спроси, как зовут другого человека, скажи, давай познакомимся, давай будем играть вместе. И мы понимаем, как нам начинать коммуникацию с друзьями. То же самое касается в любых ситуациях, когда, например, нас учат всегда дорогу, когда мы сходим куда-то. То есть в детском саду обычно, здравствуйте, дети, здравствуйте, музыкальный руководитель или что-то еще. При этом вот этот своего рода сценарий, он обычно повторяется. Но если мы оказываемся в какой-то момент привычной ситуации общения, то вот эти привычные сценарии, как правило, мы в любом случае исключаем один сценарий, который нам привычен, но он не всегда работает, даже далеко не всегда работает. Даже приведу такой пример, если даже сценарии поведения, они, то есть коммуникативные ситуации примерно одинаковые, например, конференция, да, но конференция, которая проходит в в любом академическом учреждении, она будет отличаться от конференции, например, которая организуется и в какой-то компании. То есть, например, если ВКонтакте организуют конференцию или компания Литера организует партнерскую конференцию, то там выступления, они отличаются. Отличается и содержание выступлений, и подача, и регламент бывает. Вообще, в принципе, вот эта ситуация отличается. Если мы раньше не были, ну, например, мы приходим с конференции ВКонтакте, мы всегда выступали, приходим сюда, начинаем делать так же, оно будет выглядеть иначе, да. В чем задача вот этого нашего типичного сценария, чтобы мы выглядели адекватно в той коммуникативной ситуации, в которой мы оказались. Иначе там воспрочтения могут быть разные. Кто-то скажет, что вообще наоборот это здорово, что это необычное, интересное, а можно оказаться наоборот, пропасть в просад и прийти, например, с академическим докладом на конференции ВКонтакте, и делиться от того, что у тебя интересный доклад, у тебя есть научные данные, интересные исследования, но от приятного культуры желаемое, что ты не получаешь. При этом формирование новых рабочих сценарий занимает время, да. То же самое с детства вы помните, может быть, или видели детей, когда ребенок привыкает общаться в одной ситуации, он знает, как ему выпустить, например, мороженое у мамы, да. Там, поплакать, например, сказать, у меня в гордости какие-то ситуации, мама, как, купить мороженое, да. Другой ситуация, например, бабушка более строгая, говорит, ты что, горло, тебя заболит, и это не работает. Может, надо упасть на пол, заплатить, или позвонить маме. В общем, какая-то другая, какой-то другой тоже бесценарий, который не привычно не работает спорт. Но при этом автомат мы всегда будем включать тот первый, который мы привыкли, и который мы используем чаще. Вот. Почему это важно для курса профессиональная коммуникация? Почему? Потому что, как правило, наши студенты, когда они находятся в университете, они обучаются, именно профессиональная коммуникация, у них начинается, ну, у вас, да, когда начнется, только после выпуска из университета. Потому что до этого у нас другая ситуация, это учебная ситуация. Для исключения составляют, пожалуй, случаи, когда вы, например, проходите стажировку летом, да, и вот она приближенная становится на производственной практике, но которая, как правило, уже к концу обучения начинается, да, и вы узнаете что-то, что нужно было как-то иначе выстраивать, у вас нет времени на то, чтобы отработать вот этот сценарий, вы сразу выходите на рынок, получается. Есть такой, например, да, типичный сценарий поведения, как вам попасть на работу. То есть вот завершается один этап вашего обучения, дальше вы должны идти на работу. Ну, например, привыкли, да, есть такой сценарий, что когда вы учились в школе, для того, чтобы вам поступить в университет, нужно было сдать ЕГЭ. Если вы успешно сдали ЕГЭ, вас точно возьмут учиться в университет. Не в этот, так в другой, ну, в один из вузов войду, при этом вы отправите свое ЕГЭ, например, то есть заявление о газе, куда-то вас любят. То при выпуске из университета вот этот сценарий тоже не работает. Независимо от того, красный диплом, синий диплом, бренд вуза тоже не может не... То есть фактически для работодателей, как показывает практика, тоже не имеет значения. При этом у вас есть ощущение, что если вы взяли диплом, то вас вузы запускаетесь, вы же хорошо учились, вас хвалили, и тот, кто в вас, вас вроде бы не принимает. Вы понимаете, что что-то надо делать не так, но у вас уже вроде как нужно идти зарабатывать деньги, особенно если для этого уже не сплата, да, то есть надо идти. И в этой ситуации, когда сценарий привычный не работает, вы направили, например, нашли какую-то переводческую компанию или увидели на фокамплее обвинение. Написали, вам не ответили. Написали, два не ответили. Что делать, идти, надо где-то зарабатывать. Варианты там бывают разные, или там уже дальше идти учиться, кто как, а вот эта ситуация входит. Зашел этот курс профессиональной коммуникации врача немножко обосновал. Я расскажу про мой опыт разработки этого курса. Я его, как мне это практически представила в виде сборной из солянки, да, такой суп. Ну, это не сборная, скорее всего, но мне понравился этот пример тем, что видно по нему, что это полезный суп, что он не жирный, что он, ну, не жирный, да, сейчас у нас все любят здоровое питание. В общем, СОЖ на лицо. Здоровый образ жизни. Этот курс я разрабатывала, я про это не буду говорить дальше, потом здесь уже скажу. Самая важная основа то, что профессиональная коммуникация, курс профессиональной коммуникации должен разрабатываться вместе с профессионалами в той области, в которой мы работаем. Ну, в данном случае из переводческой области. Поэтому руководила производством, то есть шеф-повара, можно сказать, была я, а мои разные помощники, которые подключались по мере возможности, были представители переводческих компаний, здесь специально не у нас нет, то есть при разработке я подключала 10 экспертов из разных компаний, при реализации 13 у меня подключались занятия, которые я проводила со студентами, когда вы на какой-то кусочек времени. Да, это разные компании, кого-то вы, может быть, измали, разные города, Новосибирск, Москва, Пинтер, Нижний Новгород, Александр Лайк, например. Я ищу, что, возможно, многим знакомым компанией Элитера, Ольга Тлочичина, компания, ну, была, Минцо, теперь называется. Вот, Татьяна Ярошенко, может быть, многим знакома как разработчик юридического кодекса переводчика, руководитель этой рабочей группы, тоже ее посвящали. Да, здесь у меня вверху наши попали на ассоциации, что обвиняли всяких людей, все эти люди и активные члены ассоциации, и партнеры постоянные, с которыми мы систематически работаем. Итак, разработки курса было достаточно много, но уложились, и они, надо сказать, по времени так получилось, что курсы разрабатывали достаточно быстро. На первом этапе, мне здесь показывают так, потому что, мне кажется, важно, здесь было то, что работодатели принимали участие и на этапе разработки курса, и на этапе реализации, и на этапе оценивания результатов. То есть, здесь важно, конечно, что они не занимали 100% времени, работодатели не могут в тот момент отключиться. То есть, первоначально я разработала блок-схему, это было мое видение этого курса, на основе рамки компетенции ассоциаций преподавателей перевода, которые мы разработали, разрабатывали в течение буквы, в прошлом году завершили разработку, кстати, в Америке тоже принимают участие, у нас в несколько было встречи, онлайн, офлайн мы встречались, обсуждали, разработали рамки, вот на основе этой рамки, которая также основана, конечно, нашим сглосом, Андрей Валентинович сегодня уже про него говорит, без него никуда, основанная на профстандарте, я разработала блок-схему, в основу ее видели, по сути, те самые универсальные компетенции, которые нам известны по сгосу, и в отрасли, в народе, что называется, их называют мягкие навыки, гибкие навыки, софты, софт-сфилл, с такими, по сути, это было оно, еще иногда называют личностной компетенцией, это не было, например, и социальная или межличностная компетенция, после этого я разработала блок-схему, я отправила вот эту схему на согласование работодателя, то есть попросила посмотреть, дать мне обратную связь, что хорошо, что не хватает, что брать, с учетом вот тех болевых точек, тех проблем, с которыми сталкиваются, да, когда выпускаются из университета, чего не хватает и где выпускники проигрывают, тем, что мы можем немножко на что обратить внимание, что подсветить, чтобы студенты были более готовы к профессиональной деятельности и начало старта проигрывания карьеры. После того, я отправила, собрала обратную связь, доработала блок-схему, по-повторгу еще попросила коллег посмотреть, да, все ли я учла или что тут у нас было, после этого разработала тематическое планирование, материалы, задания для текущих занятий, для контроля. Здесь сразу скажу, что задание для, у меня было фото-тестирование, комплексное, то есть задание, не только тестирование, там и резюме ребята должны были написать и сопроводительное письмо на вакансию, оно было идентичным на входе и на выходе, то есть на входе, когда было самое-самое первое занятие с ребятами, я говорю, ребят, вы проходите вот это комплексное задание, никуда не смотрите, просто делайте, как вы это понимаете, для чего мне было важно, для того, чтобы понять, насколько курс эффективен, что мы увидим в конце, то есть они просто выполняли, открыть резюме, приложи свое резюме, как бы ты поступил в такой ситуации, как ты думаешь, договор, электронное письмо это тоже договор или еще нет, вот такие вопросы, над которыми, скорее всего, задумывается сейчас, а в будущем, они как раз появятся, когда начинаются профессиональные ведения, и итоговое задание было таким же, для того, чтобы не оценить результат в конце, насколько что-то меняет, насколько курс вообще и претензий. Курсы реализовывались не в группах, параллельно, там было около 100 человек, там будет свои сложности, есть привлечение от 12 отраслевых экспертов, которые подключались в разные моменты, проводили, например, сервисер, и сейчас, мне показать, я там тоже немножко видно, не взяла с собой это время, отеля, Александр, вы мне еще что помашите, минут за 5, по крайней мере, за 10, я тогда уже не знаю. Вот, после этого разработала те самые необходимые, без которых мы знаем, обойтись нельзя, фосы, это тестовые задания, творческие задания, причем, что важно для меня было, потому что вот эти функции, они не параллельно бывают такое, мы думаем, как вообще из пальца высосать вот этот тест, что сделать такое, чтобы, ну, вот это облачить формат теста. Я старалась сделать так, чтобы вот этот был не параллельный мир, а по сути те же самые задания, просто они были более элементарными, ну, например, выбери адекватный адрес электронной почты, адекватные ситуации профессионального общения, да, и там были всякие картутики, паровозики, Томасы и тому подобное, и просто имя, фамилия, которые можно посмотреть, Анализ результатов, которые я сейчас расскажу. Ключевые объекты, которые включаю, я бы выразила тезисно, да, там больше, конечно, тем, есть, поскольку занятия, семинары и еще ленции, значит, ключевые моменты, на которые обращать внимание, ну, можно это, кстати, делать не только в разных курсах, я про это еще скажу, в целом, студентов обращать внимание, как Андрей Валентинович говорил, на разных практических занятиях. Первое начало коммуникации, самопрезентация студента, как себя показать, и как контрагента, что называется, проанализировать. То есть, как представить себя, как написать резюме, как ответить на вакансию, что писать, сопроводить, что не писать сопроводить. Так мы можем до встречи с нашим потенциальным профессиональным партнером, с сотрудником, с той компанией, с которой мы хотим работать, и какие материалы использовать, чтобы познакомиться с этим самым работодателем. Но это условно, я такой привожу пример, когда вы идете на какую-то, не знаю, встречу, например, конференцию, вы не знаете там никого и просто приходите. Это одна ситуация. Когда мы изучили, почитали Наталью Андреевну, Андрей Валентинович, мы всех почитали статусы, например, или какие-то выступления зашли в группу ВКонтакте, нашли личный адрес, у вас уже появляется вот такое представление о такой коммуникативной ситуации, в которой мы оказались. Вот. То есть, каким образом компрендентно проанализировать? Здесь, с одной стороны, познакомиться, с другой стороны, показывали элементарные вещи, как можно проанализировать, что этот работодатель вообще существует. Потому что объявление там на открытой переводчик какая-то компания периодически проявляется на разных формах, на разных группах, на разных группах профессиональных. и, естественно, там никто не проверяет, сколько эти компания существуют и так далее. Как минимум, дойти и посмотреть на открытых ресурсах в том же самом бизнесе, существует ли компания или нет, или она ликвидирована, может. И вообще, генеральный директор, с вами с вами наблюдающий договор. Это, кстати, переход к правовым аспектам, договоры, чем отличается работа в штате от работы на себя, индивидуальный предприниматель, что такое самозанятый, и такие вещи тоже там небольшой блок. И этические аспекты про эти компания мы сказали, дело с хорошими, дело плохо. Вот эту конкретную часть мы разбирали, сначала давала я лекцию, а потом мы разбирали в формате кейсов. Вот такой-то кейс, как бы вы поступли, почему так, не иначе, что с командой это не делается уже осматривая. И ориентация в профессиональной среде, вот именно так, как в рамках компетенции у нас приблизительно сформировано вот это поле, то же самое, знать, что из себя представляет отрасль, знать ключевых игроков, знать, какие типы услуг есть в отрасли, что пользуются спросом, языковые пары, что конкретно в нашем регионе, например, в Петербурге, какие есть компании, как на них выйти, как попасть. Знать и рынок и становиться частью профессионального сообщества, это знать еще мероприятия профессиональные, которые находят, куда могут попасть студенты, что студент может получить в той или иной в той или иной мероприятии, на Пуфлэере, например, или это будет там Санкт-Петербургский переводческий клуб, или мероприятие, который проводит ассоциации. Ну, в общем, знать, что что-то есть и что в процессе обучения ты можешь вливаться в эту компанию, вечеринку, да, ты можешь познакомиться с одним со вторым, и когда ты уже после вкуса приходишь на большой вечеринку, ну, ты скажешь, что, наверное, не будет, ну, не важно, в общем, ты приходишь в какую-то компанию, и ты там уже кого-то знаешь, что уже вот эта вот стрессовая ситуация, и старт карьеры может быть лучше, хотя бы, за счет того, что вы отделяете любые знакомые, все и не знакомые. Здесь, если я помню, сприншотов, как проходили занятия, что мы там встречали, что обсуждали, кто-то из диспертов, да, поскольку коллеги находятся в разных городах, ну, многие, плюс руководители компании не всегда могут в то время, когда в одной из моих семи групп стоит по расписанию занятия подключиться, прийти к мне почту, да, и опять же на все время, то есть я поддаю какой-то опытный, мы обсуждаем, и потом приглашаем представителя отрасли. Пять минут у меня уже, да, у меня как раз разрешение. Вот тут, например, Полина Акратянского приходила, проводила собеседование очно со студентами. То есть они до этого, причем про самопрезентацию скажу, наверное, отдельно, что там у нас было два этапа. Один этап, когда ребята присылают резюме и сопроводительное письмо, с ними садится работодатель и говорит, ну вот смотри, вот это вот для чего ты мне написал, вот это бы я не увидел. Вот ты пойми, что я получаю 100 писем в день. Твоя карточка, вот примерно как на улице, нам в руки дают какие-то раздаточные материалы. Вот это твое резюме, оно должно мне запомниться, и у меня не должно быть желания его выбросить сразу же. В общем, достаточно такой простой форме, естественно, работодатели из науки рассказывают, что и как. А на второй встрече работодатели уже здоровые, студенты с доработанными резюме приходят на собеседование и с ними уже разговаривают другую часть. А, да, здесь я немножко буквально результаты курса оценивала по трем критериям. Ну, то есть результативность, что было хорошо, что было плохо. Первое, это то самое итоговое тестирование, что изменилось. Я сюда не привожу, потому что там оно такое достаточно большое, но могу сказать, что рост прям более чем на 50 процентов, понятно, что не все студенты из этих 100 очень активно занимались и вникали, но вот этот процент прям очень-очень хорошего результата, да, который было совсем никак, а стало прям очень супер, да, это оценивали работодатели на обществе, он очень был хорошим таким образом. 50 процентов резкий рост и 30 процентов чуть-чуть лучше, чем было, и там еще процентов где-то 19-20 приблизительно так же, но лучше, чем было, но не кардинально лучше. Второй момент собирала отзывы со студентов и третий момент, это я продолжаю делать, я смотрю, как студенты ведут себя на занятиях по практике перевода и как они развиваются, ну вот сейчас мне третий курс получаются, как они развиваются. Здесь показала Дарья Петя, я спрашиваю, что изменилось в вашем знании, что вы узнали, поняли, что ничего не изменилось в будущем с нами ответил, никто, здесь вот опять же не видно, про этические аспекты, про правовые я больше узнала, чем много. Отписать резюмы я так сама в один раз хотела, сейчас будет немножко отзывов, там не так мелко и будет попонятнее. Шли изменилось в мотивации, здесь, вращая внимание, 50% говорят, как они хотели быть с переводчиками, так и хотят, 33% говорят, что мотивация полностью увеличилась, на мой взгляд, это хороший результат, а 11% обращая внимание говорят, что мотивация поизвелась, да, интерес у вас. Причем здесь, когда с ребятами там этот в воздух будет видно, общалась, смысл в чем? Ну, это, я думаю, знаете, коллеги, когда ребята приходят, возможно, ребята вы знаете, когда вы идете на перевод, да, учиться, вы не всегда понимаете, что такое профессия переводчик. Я знаю хорошо английский язык, лучше, лучше, знаю. Я знаю английский, научат немецкому. Я знаю, ну, там, второй у меня будет язык, тот там, я уведу за тренинг. В общем, какие-то вещи, которые мне касаются, собственно, перевода, да, и когда ты понимаешь, что перевод, это ты посидишь и раз одну страницу в день переводишь Шекспира с английского на русский, те за это платят 100-300 тысяч, тебя немножко это расстраивает, да, что реальность отличается. Или ты будешь обязательно переводить синхронно, устно, потому что ты любишь, тебе нравится коммуницировать, то есть общаться, да. Это осознание, оно, к сожалению, влияет, даже когда ты понимаешь, что без себя представляет инок, поэтому вот эти 11% поведяются. Я эмунширую вот это то же самое подтверждение, но я никогда не хотел работать, там, по-моему, один человек или двое так ответили. В общем, никогда не собирался в перевод шел, чтобы улучшить язык или дальше не собирались войси. Что касается рекомендаций, да, независимо от того, как изумевается мотивация, либо однозначно, либо да, то, конечно, не может не работать, что студенты оценили и где-нибудь какая-то была польза. И дальше, отзыв в свободной форме, да, важно, что ребята заполняли анонимно, то есть я говорю, можете писать все, что угодно, все очень плохо, анонимный опрос, для того, чтобы мне понять вообще, как что-то он развивается, так на меня. Я оставила риск, тут будет много отзывов, я просто буду пока на экране обращать внимание на то, в чем была специфика реализации, да, то, что, как я уже говорила, некоторые компании подключались через ВКС, общались со студентами, куда-то приходил вживую. Больше всего все отмечают важность того, что приходили настоящие практики, приходили руководители компании, будущие работодатели, приходили, подключались, дали информацию, давали обратную связь на их Gmail или сопроводительные письма, и причем важно, что это был не один, я про это говорю, я могла им говорить, надо, знаете, так, надо, что там Наталья Викторовна Мучаева говорит, вообще, когда она в последний раз устраивалась на работу, мир в другом направлении, уже ушел, вообще, на губисть, говорили, но когда появляется несколько компаний, разные, разные, и каждый говорит одно и то же, студенты в этом убеждаются, все-таки соглашаются в ней, с участием инспектов, многие пишут о том, что узнали о внутренней губке, потому что коллеги удивились, ну как происходит процесс перевода, вам кажется, вы вот, вы получили перевод, и как бы на этом весь процесс завершается, да, вы его отправили, а сколько там этапов бывает, да, и как ты в этом этапе должен строиться так, чтобы с тобой хотелось работать дальше, это причем важно, понимание этапности и работы с командой, это важно отдельно, это важно только, для любой профессии, даже если вы не поднете перевод, понимание того, что ты просто часть какого-то большого процесса, я тебя завести, если ты там не сдал вовремя, сказал, что как-то учили свет, электричество, интернет, то есть, другие вещи, это влияет, это было бы, значит, не спешите богу, все про то же самое, вас в других группе, здесь про, про то, что, кстати, да, что она уже, как бы, девушка, по-моему, в методике, да, в общем, студент говорит о том, что, как бы, немножко интерес повысился, хотя до этого он уже, как бы, понизился, но теперь не знаю, может быть, что-то произойдет, но это тоже, но это тоже, что-то по-моему, что-то по-моему, нравится, не нравится, взвесили, с переботой. А, да, говорили о том, что чем раньше, мне тоже кажется, что этот курс, он стоит на втором, казалось бы, рано, у студентов, которые попришли, но важно, что вот он именно и сейчас, я про это отдельно расскажу, чтобы, да, дай, дай, дай мне время брать. Так, это было важное, все было хорошо, это на нашем задании, да, было много практических заданий, про это ребята тоже говорили, что на каждый семинар практическое задание, причем, которое, которое, которое я получала, это согласовывалось, с работодателем, что такая производственная задача или задача этапа одного из коммуникаций работодателя и переводчика к существу, мы его давали дальше. Так, у меня все, когда мы знаем, что у нас есть, мне кто-то будет подключаться онлайн, всегда есть вот этот технический момент, из-за того, что у меня эти все семь групп, каждый день, ну, то есть аудитория была не одна, а та же, каждый раз мне приходилось подстраиваться и делать некоторые в том числе с помощью своих средств какие-то находки сколачивать вот таким образом для того, чтобы коммуникация все-таки состоялась. Это было не очень удобно. Андрей Валентинович, я буду просить в следующем семестре мне одну аудиторию. Андрей Валентинович, я буду просить в следующем семестре мне одну аудиторию на весь курс. Я вижу, что когда подключаешь разных работодателей, им половину времени изменяешься, простите, у нас так не очень, чтобы у меня была одна аудитория, я им острою, и буду знать, как это работает. Потому что это просто занимает время, и так и долго занимает. Дальше, просто я хотела поделиться с преподавателями, возможно, такая моя находка и находка. При этом я решила подействовать в этой ситуации, вам будет тоже интересен. Я попросила студентов, которые завершили курс, написать письмо будущему студенту, которые вот сейчас в феврале будут начинать его. Если письм будет много по желанию, то я направлю их персонально для каждого студента. Если будет немного, я просто в начале первой лекции расскажу им, вот знаете, вам просто, что говорят. Мне исключает на миссаре, я вот здесь одно письмо приложила в качестве примера. Что касается результатов было на левоженое, что мне и пословило. Первое, повышается интерес, мотивация, что важно, и это важно особенно в начале. Почему? Потому что, когда мы пришли, ребята, наверное, у вас тоже такое было, вы отпускаете все школы, вы поступаете на перевод. Есть ощущение, что вы будете переводить, но вы попадаете на базовые курсы, в конце, в современном естествознании, спорт и тому подобное, там, не знаю, история, права, все базы, без которых мы не можем начать, и они обязательно начнут. Немножко мотивация, она рассеивается, из-за того, что вроде шел на перевод, а перевода как такового нет. мотивация немножко указает. Здесь важно, это про это многие говорили, уцены, как в отзывах писали, что когда ты погружаешься в это, ты понимаешь, что это не какой-то иллюзорный мир, а что это вот, вот такая у них. Например, знаете, как для людей с расстройством аутистического спектра прописывают социальную историю, для того, чтобы уровень стресса был ниже. Например, мы пойдем в музей, будет выглядеть так в ход, ну, и там дальше, что будет по музее. Вот здесь то же самое, когда тебе показано, что вот так выглядит переводическая компания, вот так ты будешь отвечать на резюме или на вакансию, как ты будешь искать работу, здесь ты можешь познакомиться с людьми. Вот это интерес повышается и в уровне стресса понижается. Война теряя понимание про тех, чьи рынка, а не то самое иллюзорное, которое было вначале, и понять ориентир, куда двигаться во время обучения, при этом до выпуска время есть. Да, все это разрешает. При этом, да, это как хорошая база, потому что для занятий по практике перевода, потому что я теперь сейчас, когда у нас практику перевода беру, говорю, так, вы почему меня не спросили? Не согласовали ТЗ, во сколько мы сдаем? Во сколько это время? Ну, там, например, здесь задание, я это просто повторяю, указываю, например, сдаем до 10 часов. И, ну, я иногда специально делаю, да, нет, я говорю, почему вы меня не уточнили 10, что это такое? Москвы, какого региона? В 22, особенно если 10 просто, вечера, утра. Если вы что-то не поняли в переводе, то нужно спросить, это работа сама, не должны спросить, у меня согласовать со мной что-то и понимать, что у нас с вами уже не надо. Здесь я просто по примеру привожу, что я еще делаю студентам, рекомендую, чтобы в процессе еще обучения в УЗИ, вот сейчас у них третий курс, они пошли на третий курс, чтобы они старались помимо той производственной практики, которая у них обязательная, пройти стажировку летом или в зимние каникулы, в одной из компаний. Просто самому договориться и сходить. Почему это важно? Я говорю про этот студент, когда она подразумевает. Почему это важно? Если вы не можете меня не слушать, когда вы всегда эти мессенджеры прям сразу внимание приговывают. Почему это важно? Потому что, когда вы попадете на производственную практику, вы увидите уже только одну компанию какую-то. И у вас, они будут ставить впечатления всей отрасли по этой компании. А компании разные, как люди. То есть, когда вы сходите в один магазин, в другой магазин, вы понимаете, что это вам нравится, а этот нет. То же самое касается и компании. Здесь у меня еще один пример. Наши студентки, которая приняла участие в курсе, я прошла его, очень активно вливалась, вовлекалась и участвовала. Потом победила на деловой ИТЕ, сейчас и на менеджер проекта Юник и в городском корпусе марш. Поэтому учебу никто не отменял, и я уверена, что ИТЕ не будет никакого проблем с обоснованием, когда она будет говорить, а почему она будет говорить, я многозадачностью обладаю. Она сможет спокойно сказать, а вы знаете, я в чем занималась этим, 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 а еще я училась на детенке. Конечно, сразу же все вопросы отпадают. Ну и что уж говорить о структуре переводческого процесса, что она это уже понимает. Поэтому, чему учиться? Самопрезентация, коммуникация в команде, правовые основы, инические основы, коммуникация в воздуши. Там учиться, спецкурс, просто в ВУЗе тренируйте, как товарищи, со своими преподавателями. Пишите в нормальных адресах в электронной почте. Обращайтесь к человеку по линии и отчеству, если вы его знаете, или просто бросайтесь с файлами какими-то названиями, не очень понятно. Тогда прямо сейчас. На этом я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Людмила Викторовна. Доброе утро, и последний. Доброе утро, Может, уже не знаю, не слышу что-то. А вот у меня вопрос. Первый, второй, первый, и третий. Курс? У меня кажется, второй оптимальный, по моим ощущениям. Потому что на третий, да, потому что на третий курс они уже могут когда-то как раз включаться, и мероприятия. Первым, наверное, рановато еще, они сразу обалдеют. Спасибо. И мы приглашаем Елену Владимировну, Белоглазову, профессора кафедры английского языка, лингвиста, новедения, РГПУ, имени Герцена, доктора филологических наук, и заместителя, директора по научной работе по культуре Института иностранных языков, РГПУ, имени Герцена. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу начать с признательности организаторам конференции за возможность выступить, обратиться к вот этой вот экспертной по литуре и представить результаты нашего исследования. Это коллективное исследование, которое мы сейчас выполняем вместе с коллегами представителями других языковых направлений в рамках университетского грантового проекта. Начну я с того, что Россия достаточно широко известна и привлекает к себе внимание, но в частности очень часто цитируется определение России, данное Уинственным Чершиллем в далеком 1939 году. Он описывал Россию как загадку, завернутую тайну, помещенную внутри головоломки. Если же обратиться к японно-язычным исследователям, они тоже как-то вот испытывают определенный интерес, но обосновывают его иначе. Они говорят о том, что эксцентричное притягивается с эксцентричным, что искатель приключений будет проявлять интерес к другому такому же искателю приключений. Для финнов русский это прежде всего другой, тот самый другой, или точнее один из тех других, на противопоставлении к которым вполне целенаправленно, сознательно строилось и строится финское национальное идентичность. и мы видим, что разные народы, разные страны выделяют в райвовозе России какой-то свой совершенно самозвратный интерес, но в данном случае для нас важно, что этот интерес присутствует. Причем некоторая противоречивость образа России, где одновременно может присутствовать террор, пролитие и красота и высокая духовность, она противоречивость работает скорее на пользу, потому что это оказывается чем-то таким интригующим и привлекательным. В то же время мы понимаем, что далеко не всякий любопытствующий захочет и даже сможет себе позволить увидеть Россию своими глазами, поэтому очень востребованным оказывается косвенный туризм, опосредованным книгами, фильмами, СМИ, видеоиграми и так далее. В мире постправды, где именно семиотически конструированная реальность оказывается в той среде, в которой реально существует человек, на вереднем плане это не факты события и люди, а их вербализация. И в этом контексте мы задаемся вопросом, как же конструируется, семиотически конструируется образ России в гуноязычных ее описаниях, какой она представляется в дискурсивной реальности. Эти вопросы важны по ряду причин. В условиях информационной войны дискурсивные манипуляции могут иметь очень далеко идущие последствия. И изучение приемов и средств, которые используют гуноязычный гуноязычный дискурс дает нам внимание того, с помощью чего, каких средств, каких приемов вообще возможно адекватное описание России, какие приемы будут неадекватными, манипулятивными, где именно и как именно происходит вот это исхожение реальности, что с ним вообще делать и как это умелировать. учиться. Вы, наверное, уже пару минут задаетесь вопросом, почему мы говорим об этом на конференции, посвященной переводу. Здесь уместно вспомнить два момента. Первый состоит в том, что начиная с культурологического поворота перевода ведения 90-х годов, вопросы взаимодействия культур, в средствах всегда находившиеся в поле зрения перевода но они оказались уже в таком фокусном центре. И оказалось, что теория перевода и интервентокультурология оказывается гораздо имеют гораздо больше общего, чем вообще можно будет подозревать. И в качестве обознавания можно привести определение, с которым согласился Энтони Пинт, это не его личное определение. Translation is one of the ways information is transformed as it passing especially and languages and between and cultures. То есть перевод это на самом деле то, что происходит с информацией, когда она мигрирует между языками и культурой. И вот это определение очень точно, очень хорошо описывает то, что происходит с информацией тогда, с информацией о культуре, когда она описывается с помощью другого языка. на самом деле иноязычное описание культуры это тоже перевод, но это особенный вид перевода, где нет исходного языка, а есть исходная культура, которая подвижит переводу. Второй момент это теория перевода, которая нас интересует, на которую мы опираемся. это вложение о непереводимости, но мы здесь имеем в виду не классическую такую теорию непереводимости, которая насходит в идее Вильгельма фон Гомбольта о непронициальности языков, которые, как вы помните, являются кругами этого проявления. Речь идет о новой теории непереводимости, которая была сформулирована и выкрасывалась в связи с проектом, который здесь указан. Таксальным образом слова непереводимости, изначально созданные на французском языке, был потом переведен на английский язык, и вот тут стали и понятны все уже окончательные нюансы и проблемы на этом пути. И вот один из членов коллектива, которые работали над этим проектом, Барбара Касси, из-за этих вопросов. Из правда Justice о truth, то есть как можно перевести на английский, на французский, на другой язык, русская правда. Что будет этому соответствовать? Ну, ответ, который дают авторы проекта, это и то, и другое, и на самом деле ничего из этого. и непереводимость здесь трактуется вот последующим образом цитатом я здесь преобразу, не буду ее зачитывать, но речь идет о том, что это не то, что принципиально невозможно перевести, перевести поможет все, что угодно, но это то, что мы не перестаем переводить, переводим и переводим и как раз обретаемся, что лучше понимаем если говорить кратко о технологии нашего исследования, то это сочетание корпусного подхода, корпусного анализа с дискурсивным анализом, который происходит при ручной разметке этих корпусов и в результате у нас является не наша инновация, а нечто уже опробированное, утвержденное авторитетами это корпус соответствует дискурс анализ анализ. Эмбирическую базу для нашего исследования мы попытались сделать такой разнообразной и максимально взвешенной, максимально конечно так не совсем получается, но с этим ничего не поделать. Наша эмбирическая база состоит из двух составляющих. Первая это как раз то, что представлено здесь на слайде, это кодкорпусы заголовков текстов книг о России, которые собраны с разных языковых кодкорпусах, 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 И здесь мы столкнемся с объективной проблемой, что англоязычная Россия существует уже четыре с лишним века, ничего не сказать о гоноязычной и финноязычной Россики, но мы пытались эти моменты гарнизировать. Вторая составляющая это чтобы распространить, это не корпусы, а массивы текстов, фатистические тексты на тех же самых языках тоже о России, но разница в том, что это именно тексты а не заголовок. И глядя на этот наш материал, первое, что бросилось в нам в глаза, даже здесь не нужно было собственно анонсировать, анализировать, сразу это бросилось в глаза, что мы имеем некоторую коду не одного. Вот ту самую непереводимость, как она играет в нашем материале, там присутствуют элементы описываемой лингвокультуры. Они вынуждены туда уходятся, и здесь нас интересовало два вопроса. Какие именно средства и приемы используются для введения элементов описывания культуры? То есть, что конкретно нас интересует здесь, сказываются ли здесь технологические черты языков, и мы имеем универсальный механизм. И второй вопрос, какие именно элементы описывания культуры отбираются от того, чтобы спонструировать этот образ России, опять-таки, что-то это универсальное, объективное, или выбор будет культурно, идеологически, еще как-то обусловлен. Поскольку мы говорим здесь об этом как именно о переводе, мы об этом говорим в терминах перевода, и действительно эта технология прекрасно ложится на наш материал, что я покажу чуть ниже. конкретная терминология тех лингвистических приемов, которые видим, не будет различаться от исследователей к исследователям, поэтому за ослугу мы взяли терминологию Нью-Орка, и только в случае каких-то объективных необходимостей в нее подходили, вот те приемы, тот репертуар, который мы наблюдаем, и я сейчас покажу на некоторых примерах, как эти вещи играют в нашем материале. Начнем с прямого переноса трансплантации в выборку, по которой представлено здесь на слайде. Прямой перенос, это в принципе самая-самая периферия перевода, это целенаправленный отказ от перевода, когда кусок описываем исходного текста, просто трансплантируется без изменений текст перевода. Все проходит весьма легко и гладко в случае одноалфавитных языков, но это не наш случай, потому что финский англейский использует латиницу, а японский вообще использует свою самовыдную систему сочетания трех систем письма. Поэтому гладкости не получается, а получается такой очень жесткий челлендж для читателя, который в большинстве случаев даже просто прочесть это не сможет. А из этого очевиден вывод. Этот способ перевода будет иметь крайне узкую сферу применимости, мы нашли два примера, где собственно суббограничивать. И если это и будет использоваться, то в тех случаях, когда имеется очень осведомленный экспертный адресат, или если этот элемент практически преследует чисто декоративную функцию. Это мы облегаем в народе японцы. Кириллица как украшение. И буквально еще пара комментариев к примеру. Пример А, который мы здесь видим, это название статьи, то есть это академический дискурс, это как раз тот случай, когда мы имеем осведомленного адреса. Но интересно, что когда эта статья была интенсирована в народной научной базе, трансплант был в администрации. Вот наглядная иллюстрация того, что этот прием имеет очень большие технические и иные ограничения. А второй пример Б, это как раз иллюстрация того, что этот прием все-таки используется не сам по себе, а в качестве сопровождения или поддержки. И в основном декоративных сенсорах. Эта подборка примеров на самом деле объединяет два разных способа перевода. Это транскрипция и трансвитерация. Но юмор их объединяет, он не дифференцирует, а нам все-таки получается довольно-таки важно их дифференцировать, потому что языковая специфика здесь как раз очень даже не появляется. Если посмотрим на примеры непонноязычные, мы как раз увидим эту языковую специфику. Вообще затруднительно говорить о трансвитерации, когда мы говорим на японском языке, где нету литер в бокусе, поэтому политерный перевод там невозможно принципиально, но транскрипцию они как раз вполне пытаются изобразить, когда передают русскую русизм печка, как петинька, и когда перетанет наше название страны, как русская. И сразу же с другой диплом языческий пример, тоже весьма специфический такой подход к переводу демонстрируют, когда русизм неожиданным образом оказывается латинизированным, романизированным. То есть здесь происходит что-то сродни опосредованного перехода к некому ренеиду. Если же посмотреть на японский, неожиданский и англоязычный интерьер, то эти языки ведут себя по-разному. Там есть и собственно транскрипция, и есть и случаи, когда непонятно транскрипция, транскрипция там будет сливаться вместе. Ну и интересен последний пример, который обменяется комбинацией транскрипции и транслитерации в попытке дать читателю комплексное представление о том, как русизм и звучит, и выглядит. В целом, можно сказать, что этот способ перевода гораздо более обычен, частотен, широко употребим, но тоже с очевидными ограничениями, да, потому что мы имеем форму, лишенную содержания, форму совершенно непрозрачную, а значит нужно что-то ей добавить, снабдить ее чем-то семантизирующим. И эту семантизацию мы видим в примерах, скажем, А и Д, и Е, да, точнее, нет, но А и Д это как раз примеры, когда контекст служит для того, чтобы пояснить, что имеются в виду. Ну, Д это финский пример, да, где у нас есть пронситрация кряльника и дальше идет пояснение прадкой. Вот, а другой пример тоже финский нормально, да, нетребным пояснением, интернационально. несколько слов о кальке. Калька это своего рода компромисс, да, компромисс между передачей формы и передачей содержания, поэтому в результате на самом деле не выдаются в полной мере ни то, ни другое. Но калька очень хорошо и очень полотворно используется при передаче, скажем, название фильмов, произведений, картин и так далее, в частности «Война и мир» во всех трех высыхах будет передана именно с помощью кальки. Но как любой компромисс калька чревата рисками. И это риски связаны с ее неточностью. Скажем, два совершенно принципиально различных русизма «Октябрёнок» и «Октябрист» будут кальцироваться на английский язык в одно и то же слово «Октябрис». Но один остается членом молодежной организации, а другой остается при этом членом политической партии. А различие в английском как-то теряется. Если мы переведем калькируно, скажем, коллежеский советник, у нас получится «College Advisor». Но «College Advisor» в английском языке это что-то вроде нашего аккурата. тоже не самая нужная ассоциация. Поэтому кальки есть, они употребляются, но в основном не самодостаточные. Тоже в рамках какого-то сложного гибридного комплекса приемов. культурные функциональные эквиваленты это то, чему совершенно очевидно дается предпочтение в традиционном переводе, потому что это то, что дает переводу его гладкость в терминах винутии незаметности и визобиотии. И именно по этой причине это то, что практически не наблюдается при иноязычном описании культуры при переводе культуры. Потому что в случае культурного эквивалента мы устанавливаем соответствие между элементами уникальных культур, то есть мы подменяем одну культуру другую. Культура теряется. Этого позволить при переводе культуры себе никак невозможно. А вот что возможно и что работает это эксплицитное сравнение и мы видим в примере B это не фонолог A это something like фонолог и конечно же вот этот прием очень хорошо работает на невзорвском материале где нафинансированные вот эти фонолог сированные вкратления можно рассматривать как своего рода функциональные эквиваленты. Обращаясь к второму вопросу которому мы задавались какие же элементы все-таки отбираются да очевидно очевидный ответ это культурный термин это термин описан культур и действительно мы это наблюдаем во всех наших языках но этим все не ограничивается на самом деле все гораздо более разнообразно и острое интересное на самом деле номером один будет что-то не нравится и нам было нумером один тут будут имена собственные имена собственные согласно христиане норд это и по частотности вот как я сказала это всего номер один но русские имена собственные весьма и весьма проблематичные здесь можно процитировать лорда Байрона который в своем дон-желании писал о том что Чокенов Львов Арсеньев Чичаков взгляните какого нагромождения согласна 12 council apes в оригинале там звучало вот наш мини-мини корпус 20 тысяч всего слов содержит 334 антраконима 112 антраконимов 367 наименований страны россии разные периоды речкова то есть их действительно очень много тем примечательное что словарита их не фиксирует в словарях будет Чекови Чеков там не будет Чеков и перед тем примеры показывают что авторы описаний не ищут простых путей не ограничиваются кривиальными моментами они как раз фокусируют внимание на сложности вот первые два примера антойский и финский фокусируют внимание на формальной вариативности наших имен которые практически открыты в бесконечность когда мы выдаем различные уменьшительные и прочие вариации а второй третий прием фокусирует внимание и на формальной и на содержательной вариативности Потому что здесь мы имеем рейсиматизацию русского имени. Аллюзии и цитаты, то есть элементы интертекстуальности, тоже являются культуроненными русизмами. Все вот эти вот примеры – это название книг. Первый пример – это цитата из Тюльпчева. Второй пример – это цитата из Горгоголя. Третий пример – это напоминание читателя о том, что Александр I – это тот самый царь из войны. Немир, вы же его знаете, дорогой читатель. Если смотреть в шею, то финский материал «Бистрит» отцеплен к Пушкину и удивительно Монбельштаму. А английский материал больше всех любит отсылать читателя к роману Яна Плэчка «Ваши безлам». Но также к Толстому, Бистритскому и Пастернаму. И последний из подборов – это обращение к коммуникативному аспекту культуры, к вербальной культуре. То, как мы общаемся, весьма специфично. Мы общаемся, с точки зрения, скажем, японца или англичанина, крайне урежливо. И мы видим это в первом примере, в примере А, где как раз имитируется, стилизуется наше принадлежение к кооперативному общению. В нашу вербальную культуру отличают своеобразные обращения, например, В, и третий пример – это иллюстрация каких-то характерных клише, да, хорошо, ТВ. Ну и если подойти к обобщению, я хотела бы вернуться к тем вопросам, которым мы задавались в самом начале, и попытаться сформулировать ответы. Вот отвечая на первый вопрос, что можно сказать, что спектр приемов, к которым обращается перевод культуры, весьма широк, но это все приемы традиционного перевода. Приемы совпадают, но стратегии не совпадают. Вот если обратиться к той традиционной по позиции стратегии деместикации и форумизации, то перевод культуры будет по определению форумизирующим. В разной степени, но это будет всегда именно так, вне зависимости от исходной культуры, мы сравнивали русскую и белорусскую, как они сделали русские переводы, и вне зависимости от языка перевода, да, мы сравнивали это язык языка. Деместицирующие приемы перевода, они встречаются, но, как мы сказали уже ранее, всегда и непременно в рамках какой-то комплексной, какого-то комплекса приема, как какое-то дополнение. И комплексы эти выбирают самые разные. То есть это может быть и транскрипция с транслитерацией, и транскрипция с калькой, и форумизирующий эквивалент. Разные варианты здесь могут быть. Язык перевода влияет, влияет с вами внутриязковыми, технологическими особенностями, влияет культурными особенностями, так, вот этот опосредованный перевод японский, который любит японский, это что-то связанное с культурой, и это что-то связанное с техническими. И, скажем, финский избегает каких-то экстремальных форм паранизаций, потому что финансовая экстремальность вообще не характерна. Отвечая на второй вопрос, мы тоже констатируем разнообразие. Разнообразие не только технических приемов перевода, но и типов культурных, которые передают разные аспекты культуры. Это и культурные термины, и имена собственные, и прецедентные тексты, прецедентные имена, элементы вербальной культуры. И это только основное, на самом деле картина более толстая. Типы, как я сказала, общие, они совпадают, но, опять-таки, различаются представители, репрезентанты. И здесь важные факторы оказываются такие. Это исторические факторы. Английский язык, англоязычный дискурс, скажем так, просто исторически сложилось более богат, в нем разработана уже инфраструктура. Географические факторы. Финляндия соседствует с Россией, поэтому ее интерес территориально обусловлен. Они фокусируются на примыкающих территориях и используют эндонимы, свои названия, которые у них есть, потому что когда по ним играет, уже есть вот этот вот футстрат. Ну и последний момент, это эти идеологические факторы. Потому что, на самом деле, мы имеем не свободный от текста творчества, мы имеем жесткий дискурсивный канон. В каждом языке он сложился свой. И каждый, в каждом языке, этот дискурсивный канон диктует категорически и жестко, что и как можно говорить в России. Ну, в общем-то, я диксил, да? Какой бы отвечать на вопрос? Спасибо, спасибо. Аплодисменты. Это у нас как раз и хорошо, ну, в общем-то, биологического фактора. Это тянется изглублене веков. Это раскладывается на какой-то этапе, это потом насладывается, насладывается. Вот происходят какие-то колебания, ну, скажем, когда в немовские годы, начали двухтысячных. Наши отношения с окружающими нас соседями несколько были, наложилось это как-то или вы это не отслеживали? Мы, безусловно, это отслеживали, но, на самом деле, с окружающими такими уже существами. Потому что возникает такое представление, в последнее время я часто это слышу, что нас резко стали не любить вот сейчас. Ошибка. Наши не любят с современного Петра Первого, да, когда нас стали бояться. Поэтому, да, безусловно, есть вкрапления позитивных тем, связанных с техническим, технологическим прогрессом, с публикой, прежде всего, не вакцина, да, это другая ступень. Безусловно, светлые темы, светлые мотивы – это литература и музыка. В последнее время они подвергаются искусственному запрету, да, отменили то, что сейчас надо отменить. Мы пока еще окончательно их не отменили, однако, безусловно, да, в последнее время поменили негативно, ярко проживали негативно, по-моему. Но негатив присутствовал в англоязычном, по крайней мере, всегда. А вот в иконноязычном гораздо более спокойно. Спасибо. А вот этот корпус, как бы вы создаете? Это очень интересно, потому что это именно по заголовкам, это очень репрезентативный вид. Интересно. Он открытым был? Пока нет, но я думаю, что когда Миштед создаст репозиторий, а он сейчас над этим работает, этот будет выложен репозиторий. Спасибо большое. Приглашаю вас. Сейчас вашему вниманию мы хотим предложить наш доклад, который у нас называется «Мультимодальная связность в аудиовизуальном переводе и преподавательной связности». Это доклад связан с тем, что уже три года, как нам на кафедре, мы внедрили преподавание именно аудиовизуального перевода. Это было, в общем, мы это сделали одними из первых, насколько нам известно, в Российской Федерации. Сейчас многие кафедры начинают этим заниматься, но по-прежнему все знают, как это сделать. Но вот мы имеем хорошего специалиста, для этого, по-моему, чему мы очень рады. И мы стараемся это развивать. Почему мы как быстро среагировали? Ну, в общем, мы отслеживаем тоже ситуацию на рынке переводчеством. И ситуация именно такова, что аудиовизуальный перевод сейчас имеет очень большой спрос, и он очень сильно развивается. Ну, вот если опираться на данные европейской аудиовизуальной обсерватории, есть такая организация, которая занимается анализом рынка именно аудиовизуальных услуг, которые представляются. В 2016 году она опубликовала доклад, который привела поразительные цифры о том, что с 2001 по 2016 год только русскоязычный сегмент этого рынка вырос в 65 раз. Потом мне попались данные о росте уже к 2018 году в 85 раз. То есть рынок растет колоссальными темпами, и, соответственно, спрос на аудиовизуальный перевод тоже растет какими же темпами. Давайте мы начнем со следующего. То есть сначала я немножко расскажу о теоретических аспектах, связанных с аудиовизуальным переводом, и потом Дарина Павловна расскажет о тех, собственно говоря, аспектах преподавания, которых мы придерживаемся. Ну, сегодня о галовизуальном переводе пишут очень много. Сегодня выдают уже и энциклопедии, посвященные работам, и направлениям, которые осуществляют в галовизуальном переводе, вот сейчас Мастер Варкович, «Инсайклопедия, консвечный стаоризм», она как раз найдет определение тому, что является аудиовизуальным переводом. По сути это целый фонбекс операций. И практик по переводу мультимодального, мультимодельного секса на другой язык, с адаптацией по другому типу. Что значит мультимодальные? Речь идет о том, что в аудиоизуальных произведениях используются разные семиотические системы, и поэтому процесс восприятия подобных произведений требует нескольких каналов восприятия. Это слуховой изоляционный. При этом они действуют на момент. Что же касается мультимедийности произведения аудиодизайна, речь идет о том, что они раскрываются через разные медиа, то есть при этом должно соблюдаться обязательно условие их синхронизации, то есть совмещение видеоряда, аудиодорожек, цвета, перспективы и прочего. И, конечно, второй аспект, о котором мы сейчас говорим, мультимедийность. Это относится к сфере технических параметров, которые должны обеспечивать доставку самого контента до потребителя, до, прежде всего, зафиксирования. Ну, а что касается мультимодальности, составной части аудиоизуального произведения, то это как раз ключ к пониманию того, как порождается смысл, из чего состоит, из каких компонентов, и какие семиотические системы порождают вот тот самый смысл, который мы прикрепляем в этом произведении. Аудиоизуальные произведения представляют собой особый вид перевода, который мы должны осуществлять. Если обратиться к широко известной работе Романа Вольфовна, написанной еще была, по-моему, в 62-м году, у меня цитата перевода в 88-м году, он как раз дал классическое определение трем основным видом перевода, которые существуют, и на которые эти определения все ссылаются. Внутри языковые переводы, да, то есть интерпретация текста, созданного на одном языке, другими же словами на этом языке, собственный перевод или межязыковой перевод, когда задействованы пары языков, и последний он выделил тот самый межсемиотический перевод, и трансмитацию, да, то есть интерпретации вербальных словесных знаков при помощи невербальных, других типов знаков. Но, к сожалению, он сделал логологию, это уже моя там ремарка, он сделал логологию, что данный вид перевода следует отнести к периферийным, поскольку он не столь распространенный, не столь значимый. Вот здесь он явно допустил ошибку, потому что, как показывает сегодняшняя ситуация, межсемиотический перевод занимает основную традицию и захватывает все больше территории. Говоря о межсемиотическом переводе, необходимо обратить внимание на классификацию семиотических знаков. Сегодня наиболее распространенной является классификация Чауза Кирса, в которой, ну, три основных типа знака, поднимают на аналоговые, к которым относятся иконы, и инвекции, и симпольные, и туда относятся все естественные языки, все искусственные языки и так далее. Здесь, на данном случае, как раз можно посмотреть любопытную ситуацию, которая осуществляет человеческое сознание, когда, например, мы хотим экспериментировать понятие «концепт воды». То есть «концепт воды» может быть представлен, если посмотреть слева, представлен аналоговым образом, да, то есть закодирован аналоговым образом через изображение водой, которое однозначно дарит нам представление, о чем идет речь, либо это может быть индексальное, скорее даже можно говорить, что нижнее изображение относится и на индексальный характер, но и тот, и другой тип является аналоговым, потому что не требуется дополнительной информацией для того, чтобы понять, что данный знак передает смысл «вода». С другой стороны, справа, и симпольные знаки, симпольные знаки, здесь перечислены слова, означающие «вода» в нескольких висках, и плюс формулы химического состава воды, которые широко известны нам со школьных времен. Все эти примеры, это относится как раз к симпольным знакам. То есть мы сейчас с вами посмотрели на то, как один и тот же концепт «вода» может быть, я не могу сказать «вербализован», потому что вербализован только через слова, обозначающие естественный язык. Но он экстерилизован при помощи совершенно разных типов знаков. Что происходит в сознании человека, когда мы хотим сообщить какую-то информацию? Мы свободно перемещаемся с одного типа знаков на другие, то есть мы постоянно осуществляем перевод с аналоговой формы к знаковой, на символю и обратно. Об этом говорил, заговорил, вернее, впервые, Алан Тейвилл, американский исследователь, который как раз обосновал, что режим работы человеческого сознания заключается в том, что, с одной стороны, основываясь на перцепции, на восприятие информации через органы чувств, у нас выделяется один блок информации, а с другой стороны, это невербальный, а с другой стороны, у нас настраивается на этот невербальный блок информации силу влияния, да? То есть совершенно другого типа информации. Если говорить о том, откуда мы вспоминаем, у нас появляются эти, то есть вот он сформулировал их как образно-фористские аналоговые формы, это, по сути, делают все самые образы, отпечатки фрагмента прямой действительности, которые мы воспринимаем, воспринимаем мы преимущественно через зрение, потому что зрение у человеческого вида это основное вида восприятия действительности, и формируется так называемый образный дезаврус в памяти каждого индивида, а второе элемент как раз вербально-логические, то есть символьные, интериоризированные знаки, которые настраиваются в нашей же памяти над аналоговыми формами. Ну, отсюда, собственно говоря, можно и объяснить, почему у нас такая осиленция главных областей. Таким образом, вот человек оперирует биологически встроенными аналоговыми семиотическими системами, плюс социально уже обусловленными, складывающимися в процессе социализации обретение способности к коммуникации через гепальный уровень, это семиотическая система символьная. То есть, собственно говоря, можно сделать вывод о том, что, во-первых, наше сознание изначально работает совершенно разными типами знаков, причем эти разные типы знаков, они поступают в наш мозг по разным каналам, то есть изначально вся форма коммуникации, в которой возречен в рубеже от человека, мультимодальная, она мультимодальная. При этом, если говорить о внешней коммуникации, когда мы вступаем в социальные коммуникации, когда мы вступаем в различные формы взаимодействия, то если посмотреть на революционно, на развитие человеческих культур, то мы можем увидеть, что в разные периоды истории на первый план либо выходят, имея большее значение, скажем, аналоговые семиотические системы, либо вербально символьные, либо это опять аналоговые. Если брать, ну, усоединенно так, дописьменную эпоху, то там комментируют, конечно, аналоговые системы. А вот что происходит уже в период изобретения письменности, то здесь письменность выходит, письменность выходит в вербальную форму коммуникации. Но это понятно, потому что это становится самым важным, она оттачивается на протяжении в столетии. Но мультимодальность никуда не девается. То есть постоянно в человеческих обществах, в человеческих культурах тодирование информации осуществляется при помощи самых разных семиотических систем, как аналоговых, так и символьных, ну, скажем, даже тексты, которые на ранних этапах вообще считались священными, были старшими дорогими и так далее, как мы видим, с самого начала представляется в реализованном, то есть иллюстрациях в книгах. Это как раз попытка представить какую-то интерпретацию содержания, которая содержится в этих текстах, которые состоятся. А вот здесь я бы хотела обратить внимание на то, что собой представляют вот такие иллюстрации, например, в книгах, в книгах художник представляет ту версию содержания, которое он прочитал из самого текста. То есть, собственно говоря, иллюстрация – это неоптая интерпретация, которая дает вот индивидуальное сознание на собой пиццу. И это происходит, вот, то есть он перемудит, прочитывая текст на языке, он как бы переводит в ту аналоговую форму, которая у него складывается в сознании, то есть он представляет себе место действия, персонажей, людей, которые действуют в этих условиях, время, их одежда и так далее. И затем создает некое полотно, которое является этой самой интерпретацией. То есть, по сути, это как раз и есть уже одна из форм межсемиотического перевода с одного на другой тип знака. И тогда, вот в тот период, до изобретения телевидения, затем компьютерных технологий, мы можем вполне говорить, что в культурах довело слово. Слово было королем. Ну, вот, теперь-то у нас ситуация меняется кардинально. Сегодня мы можем говорить о том, что к нам возвращается аналоговая культура, мы погружаемся в мир визуальных, цифровых реальностей, да, то есть уходим в этот мир, и там основное значение ведь принадлежит не не слову, принадлежит вот тому изображению, к которому слово прицеплено, прицеплено, да, то есть оно становится элементом вот того визуального ряда, который нам подают кинокомпании, стриминговые сервисы, всевозможные платформы, вот все полногообразие, все это, посмотрите, на всех экранах идет изображение. Изображение, оно давлеет, оно становится важным. Что такое изображение? Изображение это аналоговая система кодирования. это какие типы знаков, это и количестве, и индексальные. То есть мы возвращаемся вот на новом веке, мы возвращаемся к тому, что в нашей модальности начинает опять доминировать визуальный тип, аналоговый тип, и соответственно мы переходим к аудио, визуальному переводу, и что составляет специфику этого вида переводческой деятельности. Здесь приведены как раз четыре основных системы синейтических, которые задействованы во всех аудио-визуальных текстах. Слуховой вербальный код, это монологи диалоги, слуховой невербальный код, музыкальный фон, шумы, всевозможные, это тоже является частью передачи информации, потому что слух отслеживает и фоновую информацию тоже. Соответственно, визуальный вербальный код, это всевозможные текстовые надписи, я в данном именно случае даже не имею в виду субтитры, а это те тексты, которые являются частью содержания визуального произведения. и визуальный невербальный код, то есть это, собственно говоря, сама картинка, то есть тот видеоряд, который происходит. То есть мы имеем два канала поступления информации в человеческий мозг, и соответственно имеем четыре типа кода. Соответственно, когда у нас имеется несколько семиотических систем, задействованных в создании произведения, то состоит вопрос о мультимодальной связанности, связанности, то есть как любой текст, а мы тракуем аудиовизуальное произведение как текст, он должен быть связанным, иначе смысла создания такого текста нет. Поэтому мультимодальная связанность как параметр необъемлемой характеристики аудиовизуального произведения сегодня занимает очень важное значение в переводе аудиовизуального текста. Ее можно определить как явные имплицитные семантические связи между знаками, принадлежащие как одной кодовой системе, так и разным системам, и помогающие зрителю воспринять произведения в виде единого семантического целого. Это тоже цитата из другого издания «РАКЛЕЙЧРАКЛЕЧХАН» «РАКЛЕЙЧРАКЛЕЧХАН» «РАКЛЕЙЧХАН» Все компоненты вот этого совокупного семиотипона аудиовизуального произведения они взаимосвязаны, они должны быть сбалансированы. То есть, если при переводе происходит игнорирование какого-то одного из элементов, происходит разрушение медиподальной связности. То есть, если я так раньше считала, что достаточно просто перевести дублировать скажем фильм текст как таковой монолог и тот собственно перевод состоялся. Так вот сегодня понимают, что это не состоялся, потому что происходит искажение вот той системы баланса, той мультимодальной связности, которая образована из этого произведения. И дальше нам Гарина Пауна расскажет о том, как мы преподаем я расскажу собственно как реализуем, зачем реализуем. Расскажу как мы это делаем с точки зрения именно преподавания содержания и как мы реализовали стройку дисциплины в систему, которая была у нас до. На данный момент аудиовизуальный перевод у нас преподается на 4-ом курсе в 8-ом смесле в объеме 34-х часов в составе курса профессионально ориентированного перевода. Имеет три аттестации. Классически у меня три аттестации соответствуют трем видам аудиовизуального перевода. Это сутки, трезакады и дубляж. Утоковая работа включает в себя ответ на вопрос по теоретической части и выполнение практического задания по самому доступному виду аудиовизуального перевода это по сутки перевод мы предполагаем исходя из общего учебного плана предполагаем что студенты ознакомились до 4-го курса с теорией перевода и прекрасно понимают термин динамическая эквивалентность способные этим термином достаточно ломко оперировать мы предполагаем что студенты имеют представление о функциональных стилях и в частности о том как они реализованы на практике не только теоретическое описание мы предполагаем что у них есть достаточный уровень языка как правило для аудиовизуального переводчика актуален уровень как ни странно не очень высокий B1 и B2 это то откуда можно начинать при достаточно ловкой работе со словарем то есть при развитой поисковой компетенции в принципе с уровня B1 можно относительно так сказать успешно практиковать у нас уже миновал объединение в профессионально ориентированный перевод это значит что студенты или как я случайно могу назвать их сегодня дети потому что они вот здесь студенты имеют представление о базовых видах переводов все-таки прежде всего мы обучаем письменному и устному и только затем мы можем переходить к скажем так вариативности семиотической это не то к чему мы привыкли я не видела были ли здесь лодки на термине мультимедийный текст но в эту ловушку я категорически запрещаю попадать как преподаватель потому что когда мы говорим в эти лидии текст у студентов срабатывает что текст я уже это видел я уже это умею меня научили работать с текстами поэтому я чаще говорю слово единство хотя у нас они регулировали в рамках чуть ли не одного термина у нас уже виноват после мастерновения это значит что мы с относительной легкостью считываем культурные коды не только своих но и страны того языка который мы изучаем а еще и ни одного ну и культура речевого общения предполагает некоторый уровень владения родным языком соответственно коммуникативной ситуации реализуем все это в рамках профессионального стандарта специалистов области перевода 2021 года список умений вы можете увидеть на сайте я думаю что коллеги прекрасно мы с вами с ними знакомы согласно той точке зрения что фильм это семиотическое единство я буду говорить фильм на самом деле там присутствует жанровое разнообразие об этом мы немножечко позже поговорим у нас сталкиваются несколько семиотических систем в частности киноведческая вот это вот вот этот киноведческий код кинокод с которым мы сталкивались не очень умеем работать потому что мы не имеем киноведческого образования и очень бы хорошо было бы если бы образы кино была относительно открыта для того чтобы мы могли с ней совместить но нет у нас есть NPA Non Disclosure Agreement у нас есть относительная скажем так закрытая сфера куда мы не попадаем и что мы можем сделать мы можем развить компетенции о которых мы с вами говорили и можем развить насмотренность когда студенты в частности до определенного возраста это уже не наше поколение даже не мое при том что мы имеем относительно небольшой разрыв это поколение насмотрелось всего они сами того не знаю обладают большим опытом прежде всего зрительским и для структурного картирования я использую для расшифровки этого кинофода я использую трехахтную структуру знаменитую трехахтную структуру но мы стараемся собственно говоря вычленять вот эти самые препятствия это астрофы кризисы адаптироваться к конкретному материалу соответственно студенты по ходу своей работы сами составляют сюжетные карты которые подходят к конкретному материалу который они изучают сейчас общий принцип преподавания вот этой мультимодальной связности разбить коды я увидела культурную кулинарную простите аналогию и тоже хочу провести такую же мы попробовали за границей очень вкусный салат и первая наша реакция была вкусная или невкусная и нам этого как правило достаточно но если я хочу приготовить у себя в России такой же мне придется поискать ингредиенты мне придется попробовать и понять какие ингредиенты я вижу в составе эти ингредиенты это и есть коды и в рамках этой трехактной структуры мы можем заметить одно это один ингредиент а есть еще уровень языка это как правило в предпереводческом анализе один из последних первый это интерпретация интерпретация как этап предпереводческого анализа мы определяем жанр мы определяем целевую аудиторию и только потом мы идем в язык для лингвистов и переводчиков это очень непривычная ситуация мы привыкли что мы начинаем с языка и собственно говоря заканчиваем что нам еще нужно здесь картирование это результат интерпретации иного кода результат интерпретации коммуникативной ситуации которая представлена в виде кинособытия киносцены вот сейчас на конференции мы общаемся с вами одним образом если я изменю эту коммуникативную ситуацию например на ресторан продолжая кулинарные аналогии у нас с вами изменится способ кодировки информации фразы при этом формально могут оставаться одними и теми же измениться к переводу для того чтобы сохранять единство того самого стиля единство речи персонажа как я его называю мы используем картирование либо речевое картирование я не приводила здесь конкретных примеров я просто покажу что это устроено в виде достаточно простых таблетц в которых содержится персонаж в уровне реализации непосредственно характеристики проявления эти детальные излишняя детализация она сделана для того чтобы мы видели код в деталях на каком уровне на каком уровне я могу реализовать это в другом языке чем более детально мы рассматриваем код тем легче нам воспроизвести единство именно единство не текст не совсем не в прямом смысле тем легче нам воспроизвести единство на другом языке следующий элемент фиксации культурного например кода это глоссарий здесь представлен глоссарий от заказчика для одного из крупных мультиязычных проектов он содержит пометки пометки не столько технические да но культурные обратите внимание на вторую графу где содержится прозвища персонажа в которой есть пометка это элемент культуры культуре очень важно адаптироваться потому что зритель иной культуры сможет сопереживать нам и соотносить наш результат с собой только при условии что он чувствует то что мы хотели передать это принцип динамической поверхности не менее важным здесь кажется и код который существует в русском языке и он совершенно практически отсутствует в английском ты вы отдельная система с отдельным видом глоссария называется can be key names and phrases таблицы включенных именопрощений этот код если мы потеряем мы получим несоответствие коммуникативной ситуации соответственно не сможем достичь динамической поверхности чем более детально мы фиксируем коды тем как правило более динамический перевод мы получаем виды аудиокизиального перевода имеют разную степень взаимосвязи как раз и гидербального и гидербального разную степень скажем так интерференции влияния потому что субтитры позволяют относительно точно переводить то что говорится очень актуально для научной технического аудиокизиального перевода захатровый перевод это когда слышна оригинальная дорожка позволяет услышать эмоции соответственно сами слова которые выбираются наименее персональные для того чтобы избежать перенасыщения соответственно это такой средний уровень влияния но все еще да мы помним что у нас есть видеоряд я вам покажу если например заместить перевод в видеоряд то это угляж полная локализация дорожки локализация потому что записывают загружающие звуки а если загружающие звуки такие как сейчас у нас это оригинальная дорожка нахуй это значит что мы воссоздаем с самого начала мы очень хорошо чувствуем культурный код зрителям в таком случае мы должны очень хорошо его чувствовать мы обеспечиваем полное покушение французский французский я немножко что называется cut corners я представила английский вариант в оригинале we don't say what five we say what to turn видите у нас коверпывается слово а в переводе у нас то есть нарисуй нам деньги а то почти закончились отчего же зависел такой выбор собственно говоря решений переводчества в этом законе есть такая ремарочка что мы не портим фонетику или портим до определенного так сказать градуса для того чтобы обеспечивать все-таки достаточно качественный уровень понимания вот здесь у нас уже нет уровень понимания да но все-таки мы должны сохранять фонетическую сложность здесь да здесь есть пример допустимого искажения и к сожалению это не передать на русский язык никак никак не исковернув не испортив фонетическую ополочку и не упустив уровень понимания именно с фонетическими распределениями мы не смогли выгодиться мы пошли от того что это кадр мы пошли от того что мы видим и это правильная стратегия аудиовизуального перевода что касается научно-технического это последнее о чем я сегодня скажу здесь чаще всего применяется субтитрирование соответственно в работе вуза технического и вуза в принципе это очень легко сделать достаточно иметь компьютер собственно субтитрирование ну и студент это важный элемент в научно-техническом переводе есть упрощенная система персонажей как правило это либо лектор один человек либо это два человека да и у них упрощенная система отношений однако же соблюдение этого года все еще требуется если посреди нашей конференции мы с вами начнем обращаться друг к другу на крик-переводе что-то не удалось хотя мы все еще относимся относительно такой академической академической среде в которой действуют определенные правила точно так же как в научно-технических материалах научно-технические материалы требуют точности в работе с терминами в сочетании с визуальным фоном к сожалению не до 5 курса чтобы мне сейчас подсказать что будет нарисовано в кадре ну и Александр подскажет соответственно у нас есть голосарий который ведется точно так же как в техническом переводе это сильно упрощается именно на друге вуза и на друге преподавания когда преподаватель сам не имеет широкого практического опыта проводить загадок напряжён отрасль у нас закрыт и ременов ну и в ремене точности отношения меры весов это всегда актуально это актуально везде мы устраняем ухабые восприятия при помощи системы депрессиональной си но если в кадре присутствует вот это то вариант переводов у нас остаётся чуть ли не один какой низ? а как? я вижу и соотношу вербальное с тем что я вижу в техническом переводе не должно возникать именно в ремене не должно возникать противоречия поэтому очень хорошо знать что я вижу а если я не буду знать что я вижу динамическая эквивалентность не будет достигнута вот такая мультимодальная связность и способ ремен подавали ответить на вопрос измученные студенты в текст занятиях не забывая конечно это что я могу перенесить в текст я не знаю что я могу вы не имеете physio Официально нет, но часто использую на занятиях в работе с юмором, с иронией, с сарказмом и с визуальным подругом, если что. Это отдельная история, которая все-таки заставляет нас отличать перевод с целью повеселиться, да, и перевод качественный, который все-таки будет обеспечивать некоторое донесение до зрителя замысла коллективного автора, да, того, собственно говоря, зачем этот фильм и снимался, да, или сериал. Я нежно люблю оба варианта перевода, потому что они подходят под, скажем так, каждой своей задачей. Естественно, обучаясь при помощи перевода кураж в обли, я категорически не рекомендую. Можно еще вопрос? Так, я там не знаю, давайте конкретно обучать, но мы говорили по снимочкам и говорили про аудиовизуальный перевод, а какие еще действия для межтехнического перевода, которые могли бы в университете подаваться? Вот, видите, когда мы сделаем, наверное, отдельно, вот, то есть, часто рассматриваются. Ой, ну, мультимодальность, да, которую мы рассматривали, она ведь появляется в самых разных областях деятельности человека. Вот такой балет Анны Кунжина, да. Это тот самый, да, но я не думаю, что мы здесь будем рекомендовать, как перевести текст в балетное спектакль. Это не наш спектакль. Поэтому, то же самое, видите, есть труды, да, не произведения, как иллюстрация к кожественному типу текста. Это было всегда, то есть, подъявление, соединение разных семиотических систем в одном и том же культурном артефакте, да, потому что все это в культурном артефакте, это всегда присутствовало в нашей культуре во время эволюции человека. Мария, я, пожалуй, не заполню, как Наталья Александровна, конкретно тем, что можно было бы в культуре реализовать в УЗИ с точки зрения биосемиотического перевода. Да, это переводка, например, свой ясный язык, цифровая доступность и плотоментирование. Это абсолютно точно то, что при наличии достаточного количества специалистов может быть реализовано в университете на определенных профилях. Типлопедагогика, да, коррекционная педагогика, возможно, возможно, переводы этики при наличии, да, специалистов, например, жестового языка, да, вот эту часть мы можем реализовать. Аудиовизуальный перевод также обеспечивает цифровую доступность. Спасибо. Спасибо. И у нас сейчас по программе мастер-класс. Мы приглашаем наших преподавателей в КЛУ Вольфе Вячеславовну, старшую преподавателю. И в КЛУ Ватиноку Сибир, старшую преподавателю Таревникову уже здесь. Так, вы в БАКИ, испытываете роликов, он тоже здесь. Интерактивные методы обучения, последовательные переходы на занятия в КЛУ Вольфе. И это самое, вы где стоите, чтобы вы в кадре попадали? Вы нормально поменялись, вы нет, вы нет, а остальные? Вот просто, чтобы было понятно, что для людей в кадре будет видно, которые смотрят. Я просто могу подвинуть, пока вы не начали? Ну-ка. Или наоборот? Или наоборот? Как? Кто в кадре будет? Ребята в кадре. Вот им надо быть в кадре. А надо быть в кадре? Тогда двигаем, да, чтобы попадали и вы, и они. Все. Я забыл, что это было. Сейчас. Отдемте, что аккуратно. А, да. Я тут... Я тут... Я тут... Так. Понятно. Продолжение следует... 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 Второй повеличение экспозиции музей был основан Екатериной Задовой еще в Российской империи в 1764 году, но от начала моего служила отличная коллекция императриц. Впоследствии интероприца приобрела более 4000 различных произведений искусства, в числе которых были различные картины, статуи и шедевры инженерной мысли. Но самое первое приобретение состояло из 200 экземпляров, которые предназначались для короля Пруссии Фридриха II. Однако Фридрих II отказался от покупки данной коллекции из-за сложной экономической ситуации, которая складывалась в Пруссии в то время, поэтому Екатерина Великая незамедлительно приобрела эту коллекцию, в числе которых были произведения Рембрандта и Рубенса. Ну и впоследствии императрица очень сильно увлеклась приобретением небольших коллекций и часто называла себя ненасытной обожательницей искусства. К 1771 году коллекция переросла малое здание Эрмитажа и императрица задумалась о постройке нового здания, которая впоследствии именовалась Большим Эрмитажем, ныне это Старый Эрмитаж. В 1792 году это расширение было добавлено и туда была перенесена часть коллекции. В 1852 году, примерно спустя 60 лет с момента смерти Екатерины Второй, музей открыл свои двери для всех желающих прикоснуться к искусству. На сегодняшний день данный музейный комплекс, состоящий из пяти зданий, включает в себя более трех миллионов предметов живописи, различных статуй, и в целом предметов искусства, некоторые из которых были созданы еще в каменном веке. Продолжение следует... Только идти. И было доступно исключительно в большинстве. Школы в сельской местности управлялись местными священниками. И даже несмотря на это, они находились далеко от лучших. Также было очень мало возможностей для образования женщин. Они могли получить образование, но это зависело исключительно от идеалов их родителей, от их финансовой ситуации, от их воли. И Екатерина выступала за равные образовательные права и считала, что чем больше будет образовано женщин в школе общества. Также она настаивала на то, что школы должны управляться государством, а не церковью. Это была революционная идея в его время. В 1764 году она основала первый институт благородных девиц, называвшийся «Смольный». Он был основан в Санкт-Петербурге. Впоследствии она открыла также 20 институтов благородных девиц для девочек из не таких богатых семей. Тем самым создавая беспрецедентные возможности для женского образования в то время. Спасибо за 들으 Peanut's. Спасибо за субтитры! Спасибо за счетoin. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Давай начнем с сентября, 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 сентября. Продучала фраза «Искусство со всего мира», как будто бы не могли работать на чьих, как варианты могли предложить это себе. «Искусство со всего мира» или «Никола», то есть «Искусство», иначе поделиться с этой работой вместе, как будто бы берется наш парень на чьих. Окей. Ну, что касается еще первого перевода, то первый спикер сказал «важенская натура страны», то есть можно сказать «неразвитая» или «до конца разы». Конечно. Спасибо. Да, продолжаем. Итак, первый спикер назад. Барин. Все. Барин. 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 Так, нет репенций. Ребята, напомните, кто из вас, я, к сожалению, не поставила там, что ремарку произнесся после смерти Екатерины. Никита. Спасибо. Никита. Спасибо. Никита. 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 Никит. Никита. Ukmasа. Иоаннах. translation interpretation thank you so much my deepest gratitude and respect to you now we are moving and again before we start our next meeting about again usually with one is spread at our classes because of today we are showing you our usual team classes normally we have to arrange yeah in our intervening activity i would like to say to express our special gratitude domestic tesla who is here in the audience because this undergraduate student has pretty respect uh just yourself of course i feel a version of this morning institute we are going to yes again to interview and i'm just thinking thank you space really this is not your first work you know and we hope that probably in the nearest future you will help us again yes with this pleasure and what i'm watching the video about this morning is to talk about the maintenance because from the network from this studio i deal with the interpreting the marketing notes which are also interesting for the interpreting and yeah all the time and this may say so and there are the media developers and the power of the screening of rendering the introduction Так, включай, да? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Согласна. Абсолютно согласна, да. Абсолютно неужел звать. Окей. Спасибо. Спасибо. Да. Западная Европа, по-моему. Восточная Европа. Восточная Европа. Восточная Европа. Была просто Европа, да. Окей. Да, да. И мы идем на активность, где, based on some slides, some images of, say, Европа, you have to restore the text. Восточная Европа. И, again, the knowledge that you got from that part of the information. Yes, before, let me probably say a couple of words about the St. Petersburg and the captain's ring. that lady really gave herself not only in off-road tracing St. Petersburg. She has some beautiful, gorgeous architectural garments and lots and lots of lots of buildings, prominent buildings that I admire today from all parts of the globe. And through the slides you remember the information. and again based on some expressions that they can come to the text be right here. Just the content for a couple of times and we are ready to explore that information that St. Petersburg probably giving us and providing the audience with the real vibe of St. Petersburg at the end of the 18th century. Now, can you just show it one of the other please. The bronze placement then to give us the half vision of the city please. What you show at the moment all the slides. Here's for the audience. Bronze placement by the small and the grand family teachers the grand merchants yard the Imperial Library Institute yes thank you because you are always welcome to of course now choose probably you choose or I can make some appointment for this slide probably the bronze placement who wants you know the information ok I can start thank you welcome thanks to your enthusiastic recommendation Catherine the Great commissioned Falconet Falconet was a French sculptor who was famous for wide-different temple they were very fashionable in Europe but Falconet wanted to and he was dreaming of creating something so monumental and memorable so Russia gave him this chance and in St. Petersburg Falconet executive equestrian statue the broads worksmen as we know this name the monument brought from Alexander Pushkin's poem The Broad Sportsman and the monument was created the base is from the base of the stone that was for 1500 terms and the monument has the letter inscription from Catherine to Peter the First and Catherine the Great wanted to stress that Peter the First was her predecessor and a lot of people and workers for this monument they were remembered for 12 years the construction of Peter the Great was a tribute and Falconet brought Catherine's vision to tradition and we can see the monument Peter the First over below and a real horse and the monument based on the round countries and under the horse's crux we can see the snake that represents the people of war animals of Peter the Great is basically Sweden was in constant collision over the country so that's why the serpent of the snake will stands for and the very horse that is last Stacey that is really nice but please could you pay more attention to the grammatical forms of the classic voice message something is based then well there were some mistakes in stressing the word and probably you have mixed up definitely two words like sculpture sculpture and sculpture and sculpture of course it happens when we are not quite in a peaceful situation sometimes it can happen to us so thank you the second slide is the chronological order of the of course the summer wedding event that is from all parts of the world so the summer wedding event which is for once on the condition of the summer wedding is with elegant rotating pants it represented classical simplicity according proportion as well as card designs with likeness and elegance and other interesting fact is the viewers are carved from the same grams used as as that is all right someone got in fans the next slide is this one on the ground for me teaches if we talk about the inner of Catherine the great could be associated with the transition from Rome to Neoplasical and Catherine the great for sure affected the album St. Petersburg the image of it that either the person himself and the image of St. Petersburg could be epitomized in the conscience between the ancient palace of Australia and the classical and and if we talk about the historical and historical figure Jonathan de la vote in years of 1767 and 1769 he initiated and discovered by Catherine the great this building involved a couple of rooms a space room a couple of jewelry rooms that was the place where Catherine the great spent her time to friends as I remember it was also the space where she the fabric of art purchases and the color of green and green also well known for addressing the benefit of the granite material and it was actually a long time of work around 25 years and she was also inspired by the idea of spending the life of absolutism already mentioned today and she left fruitful respondents and the of which was known for his outspoken nature into politics and the three of them were in mutual admiration was a success player so let's say here let's see let's see как мы знаем, что она создана в Крым-Донах, который создал «Автенский архитект», и создал «Стимит Борг» и «Гранд Рижнездерия». Он был создан в Vermont, и он также создал «Стимит Борг» и «Стимит Борг» после того, как мы создали «Гранд Рижнездерия», он был создан «Автенский архитект», и так далее, и так далее, и так далее. через два раза. After opening its doors for the visitors and for the buyers, one merchant's yard became a home for over 100 different shops, including such shops as Perfume, stationery, Harboury and many others. Но это также была также привычная и для общей тренировки, и для некоторых стран, потому что много и многих других людей уничтожили в том, что там есть уничтожение, и уничтожение в доме. Продолжение следует... 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 В этом году в Казахстане было многое права, но в многом оформленном языке, в том числе и на нашем языке, с этим языком, в том числе, в том числе и на нашем языке. Спасибо, что сейчас. Так, теперь. Теперь у вас, в этом, в группе. В общем, кто-то, есть что-то вы можете сказать на вашем языке? Мы не имеем каких-то неправильных репримансов, но это не более что-то неудачно. Да, и в том числе, что у нас есть постоянная инфляция на место. Аминь, да, но все знают, что в ситуации, все зависит от того, что все остальные. Да, это не очень сложно. Конечно, это не натуральный для нас, для нашей психологической статистики. Проблема, у вас, у вас, у вас. Ну, у вас, у вас. Кирилл сказал, что у нас есть property confiscated by judges. Я бы просто сказать, что это было confiscated by courts. Да, это будет более специфичный. Да, это будет более специфичный. Кирилл? Да. Так вот все, что у нас есть. И, если бы я тоже хотел, чтобы работать на сегодняшний день, somente ненавидности, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...